Оказался в общежитии? Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. То есть, достигнув не своим 60-70, а сейчас, где-то 40, что того положения, того возможности выбора, того, ну, как бы, именно в профессии ты вдруг решаешься не так, как было вот сейчас. Это, на самом деле, я тебе, ну, как бы, я в этом смысле такой восторгляюсь, искренне восторгляюсь, по-человечески, даже не столько, по-человечески, потому что я понимаю, что это очень смелый шаг. Вот мы не хватали до конца смелости, не хватало, чтобы вот так вот раз, и вот ты гораздо выше, забравшись, а, как известно, падать дальше и больнее, да, и ты знаешь, грубо говоря, что ты можешь потерять, потому что, ну, это такой, уход этот не совсем в сторону. На самом деле, мы понимаем, что вот отход в режиссу, да, он требует, ну, как бы, фактически всего времени. Ты можешь в это же время параллельно подснимать, как бы, там, фалтухи и так далее. Ну, хотя... Можно. Сейчас ты расскажешь. Да. Настолько. Более того, ты закончишь эту работу, тут же больше. Следующую, как я чувствую. Ну, она не состоялась. Не важно. Вопрос того, что этот крем, он, так, не ситуационный и не случайный. Поэтому, просто, вот, для того чтобы начать этот разговор, очень важно тебя услышать, как ты дошел в жизнь, как ты и что тебе организовал. Ну, на самом деле, это очень здорово, что, я так понимаю, кто здесь, вот, оператор именно, занимается операторским искусством, можно поднять руку? Ну, большинство. Первый. Конечно, большинство. Отлично. Поэтому разговор будет максимально приватный, открытый и очень дружеский и личный, потому что мы все будем понимать... Ромка, нужно ближе говорить. Мы все будем понимать, как бы, о чем я буду рассказывать. Ну, смотрите, изначально, собственно, вообще спасибо, что пришли. Здесь много очень друзей. Я вот Вадика вижу. Привет, мой дорогой. Кто со мной учился? И Ваня Поморина, и всех-всех-всех. И Марат, и Макс, и все очень близкие, родные люди. И очень приятно вообще, что они все это организовали. И, на самом деле, вот, мне кажется, в какой-то такой аудитории, мне кажется, есть шанс что-то такое рассказать, что в другом месте не расскажешь. Ну, значит, как я дошел до такой жизни? Я думаю, есть, как бы, наверное, как мне кажется, несколько путей, почему люди там занимаются операторским искусством, да? Есть люди, которые вот просто могут невероятно красиво фотографировать вот прям с детства, да, там, или, ну, там, все это делать. Мой путь вообще состоял так, что я как бы вообще бил лампочки в подъездах и особо не думал заниматься никаким операторским искусством. Но у меня папа был фотографом, и, собственно, я как-то в это влился, и потом узнал про Афгик, и стал фотографировать, у меня что-то стало получаться. Ну, у меня никогда не было вот там, типа, я пришел в Афгик с тупительным комплектом, от которого все там разрыдались, и мне дали все баллы, искали, мы ждали тебя всю жизнь. Я вообще сначала поступил на платный, потом Вадим Иванович Юсов меня перевел на бесплатное обучение через год, потому что у меня не было денег уже платить за платное там и так далее. И, на самом деле, чему я благодарен нашему мастеру, что он, в принципе, проявил, в первую очередь, любовь к кино. То есть кино как форма искусства, кино как то, что тебя трогает, кино как то, что, ну, действительно имеет какой-то под собой больший смысл жизни, чем нежели только, вот скажем, операторская профессия. То есть, другими с вами, он всегда нас учил, и я себя всегда рассматривал не просто там оператор-постановщик, а скорее все-таки кинетографист, человек, который занимается кино. И мы так все очень задорно учились всем этим моментом. И потом очень часто, когда я стал уже работать как оператор-постановщик, я очень часто наблюдал, что довольно редко, на самом деле, можно встретить режиссера, который по багажу знания, по какому-то пониманию вообще профессии, механики профессии мог как бы быть вот, ну, с моими коллегами не только со мной, но как-то сопоставим. То есть, было такое ощущение, что во ВГИКе на операционном факультете дают какое-то отдельное образование от всех остальных, как бы, то есть, мы улетаем в стратосферу, нас делают сектантами, а потом, как бы, обучение загадится, мы должны работать с людьми, которые вокруг нас, но они в этой секте не состоят, им надо очень долго работать, чтобы прийти к этому какому-то даже началу. Вот, и не то, чтобы сразу появились такие мысли, что вот, надо стать режиссером и всем там доказать, как раз таких мыслей не было вообще, наверное, до, наверное, возраста там 38 лет. Вот, и дальше просто ты, как бы, знакомишься с режиссером, и вся твоя работа состоит в том, что ты максимально стараешься помочь ему снять максимально классный фильм, вот, который ты бы сам хотел посмотреть. И на этом пути иногда складывается так, что если вы работаете с хорошим режиссером, это удается, и иногда складывается так, что это не удается. И когда это не удается, если вы делаете этот фильм, вот, который вы помогаете максимально своим личным, вы испытываете чрезвычайное разочарование, то есть вы испытываете, как бы, такой, ну, просто депрессию, да, потому что вы прожили там 6 месяцев где-то в говне в каком-то с камерой, снимали, старались, а в итоге это все просто не получилось. Из-за каких-то ошибок, таких, как сценарные ошибки, ошибки в кастинге, ошибки, вот, в каких-то очень базовых элементах, которые вы по роду своей профессии не обладаете знаниями, чтобы их менять. Более того, вы не обладаете, ну, как бы, правом вообще об этом заикаться и туда лезть. Вот, и, собственно, вот так время шло, и я посвящал всю свою жизнь, как бы, свету, камере, мне хотелось, но в какой-то момент стало понятно для того, чтобы сделать вот еще, как бы, шаг, наверх куда-то, да, то вам необходим этот партнер, режиссер, который либо будет вашим соавтором, либо будет вашим другом, либо будет вашим человеком, с которым, но он должен быть вот с вами в каком-то одном уровне, да, вы должны любить какие-то одни вещи, он нас должен поднимать. И, собственно, все, история кино говорит, что, скажем так, вот такие величайшие операторские, ну, карьеры, да, которые вот звучат, они все равно складываются с очень сильными и большими режиссерами. Вот, и моя жизнь такая, я не жалуюсь, я работал с потрясающими режиссерами, но я, например, понял, что в какой-то момент я никак не могу снять, например, авторское кино, то есть у меня не было предложения, мне предлагали снимать всегда какое-то большое кино, хотя я встречался с режиссером еще, когда жил в России, кто снимал авторское кино, но у них у всех было какое-то ощущение, что если я снимаю рекламу, снимаю стиляги, снимаю то, то я вот не могу снимать авторское кино вообще. Когда люди снимают авторское кино, они все должны быть какие-то молчаливые, немного депрессивные, и в целом им должно быть плохо, они должны жить бедные. И ущербные. Ущербные, да, они должны стоять в очереди, просить деньги, и тогда как бы у них ощущение, да, вот он готов снять сейчас авторский фильм. Я как бы всегда смотрел на жизнь с другой стороны. Я, собственно, жил разной жизнью. И сытый, и не сытый. И, собственно, вот и Марат. В общежитии у нас все по-разному. Я не жил в общежитии, но в Абгике мы все были очень разные. Но никто как бы звезд с неба не хватал. Поэтому всегда была цель профессия, работа, ремесло и так далее. Но в какой-то момент, когда ты взрослеешь, тебя начинают обуревать мысли. А вот когда наступит тот момент, когда ты снимешь то кино, которым ты сам, ну не то, что можешь гордиться, ну как бы, которым ты считаешь, что ты сделал реально все, что мог. И ты утыкаешься в ту проблему, что это все равно зависит от случая. То есть случая встречи вот этого с этим режиссером, который конкретно тебе поможет и так далее. Но проблема в том, что в этой конфигурации твоя жизнь и весь твой труд, он зависит, по сути дела, от воли случая. И он, на самом деле, очень часто не характеризирует твои профессиональные качества. То есть ты можешь быть реально выдающимся оператором, но если твоя жизнь не сложилась, и ты не получил те сценарии и те истории, по любым причинам ты не оказался в нужном месте, ты шнурки не завязал, ты не вышел из дома вовремя, ты просто, может быть, не так выглядишь, как люди бы хотели, чтобы ты выглядел, не так говоришь и так далее. Это никогда не произойдет. И я просто понял четко в какой-то момент, что мне было просто интересно снять авторский фильм. При этом у меня не было ощущения такого, что вот я типа сниму авторский фильм, теперь я режиссер. Мне просто было интересно, потому что меня всегда завораживала эта история. Я помню, когда я снимал фильм «Ярость», там финальная сцена боя фильма, она была написана в изначальном сценарии, что вот поле, стоят танкисты, лунный свет, и немцы их атакуют. И я помню, я два месяца кручусь, не сплю, я понимаю, что если я начну эту ночь высвечивать лунным светом, это будет просто говно. Ну как бы невозможно высветить поле ночью, чтобы это смотрелось реалистично, это невозможно. Как лес ночной, его очень тяжело светить, если у тебя нет источников живых в кадре, там огня еще чего-то. И я все ходил-ходил, и поскольку мы с режиссером и сценаристом Дэвида Мэйера были близкими уже людьми, мы сняли два успешных фильма, один успешный фильм, но очень малобюджетный. Я ему говорю, Дэвид, а вот как-то можно, типа там, может быть, какой-то там, вот я мучаюсь, я не могу снять, а вот может быть, какой-то источник огня. Он говорит, ну давай я напишу, что просто танк стрянул, попав рядом дома, он будет гореть, и снимешь спокойно. И я опешил как бы от, собственно, простоты изменения, которые мне казалось невозможно, а для него даже в голову не приходило, что это какая-то проблема. А для меня, собственно, произошел переворот моей мысли, потому что я понял, что это все вот сцена, она вот все готова. Есть один источник света, который освещает где-то боковым, где-то контуровым, где-то рисующим, там, ну, более фронтальным всю сцену. И вот тут я осознал вот эту магию сценария, как бы, потому что ты просто берешь и переписываешь, и пишешь. И сценарий, это... До этого у меня было такое ощущение, что мне дают сценарий, это какая-то некая такая догма. Хотя там с Валерой Тодоровским у меня было вот это разрешение какое-то такое дружеское, лезть и менять, и предлагать. И он очень такой, ну, в этом плане человек, который здорово все это принимает и общается, он любит, когда предлагают. Вот. И, собственно, дальше я стал вообще читать про сценарии. Мне просто стало интересно, ну, вот я занимаюсь этой работой всю свою жизнь, там, уже 20 лет, но я реально не понимаю, как эти сценарии пишутся, ни по каким законам, ну, если я читал книжки в своей жизни, я стал читать какие-то книги по тому, как эти сценарии пишутся. И, собственно, в какой-то момент я понял, что... И я стал говорить с Дэвидом, а Дэвид там написал, например, тренировочный день. Я ему говорю, Дэвид, а какие книжки ты в своей жизни читал? Он говорит, ну, я читал только одну. И он мне дал какую-то самую, по рейтингам, простейшую книгу, как писать сценарий, ну, чуть ли там это в Америке, там, не для детей каких-то, ну, преподается. Вот. И я такой думаю, и что, и все? Он говорит, да. И я такой, как бы, и он нигде не учился, и вот ему 5 лет не говорили, как надо снимать. Он просто сел, написал, а я это мучаюсь и снимаю, значит. Вот. Я думаю, наверное, я могу сесть и написать что-то не хуже, по крайней мере. Ну, может, не лучше, но точно не хуже. Вот. И, собственно, как-то вот так медленно в моей голове складывалась вот эта история, что я просто хочу попробовать. Мне просто дико интересно. Вот. Я занимаюсь как бы шпаклевкой стен и рисунками на этих стенах, и декорировкой, и вешаю лампочки на них. А есть люди, кто строит залы, как бы. Ну, то есть, есть люди, архитекторы. И, как бы, как же они это делают? И, собственно, вот так, шаг за шагом я стал это дело углубляться, читать много, пробовать. И, собственно, вот эта книга Иванова «Общага на крови», которая почитала, что там в 2005 году, она для меня всегда была каким-то таким, ну что ли, идеалом в плане, вот, как бы, если ты хочешь снять дебют, у тебя вообще нет денег, и ты никуда не хочешь выходить и не тратить деньги, ни приезда, это лучший вариант, как бы. Ну, то есть, лучшей книжки просто нет. Вот, и я стал как-то так вокруг нее ходить, кружиться, ходить, кружиться, ходить, кружиться. И потом был такой момент, что у нас была ситуация на фильме, он закрывался три раза, такая тронная граница, режиссер Джесси Чандер, из-за того, что там артисты, то там сходили с ума, то там еще так далее. В общем, мы, типа, приезжали на Гавайи, готовили фильм, и за неделю нас закрывали. То есть, там приезжали контейнеры, там, с техникой, с операторской, там, моя группа приезжала. И так было два раза. И когда второй раз нас закрыли, мне режиссер говорит, послушай, типа, нас перекупил Netflix, там, у Paramount, ты вот не волнуйся, через месяц мы снова запустимся. Я такой, боже, третий раз. И мы уже, то есть, это... И тут такая сложилась ситуация, что я уже оплатил дом, где я жил, и, как бы, и вроде мне даже какие-то деньги уже заплатили. В общем, лететь с Гавайи было особо некуда. Более того, лететь оттуда не хотелось. И я решил сесть и написать первый драфт-сценарий. Причем писал я вот так. Я открыл книжку. И, собственно, вот в этой книжке про сценарийное мастерство, там, как бы, ну, обсуждается самые банальные вещи. Но на самом деле, если вы их поймете, то вы поймете, что их делаете, как все там блокбастеры в Америке. Что, типа, есть трехактовая структура дронатургии. Сначала происходит завязка, ну, как бы, ты представляешь персонажей, потом рассказывается сюжет, и потом кульминация, да. И, собственно, в завязке желательно, чтобы был какой-то, ну, саспенс, то есть это начиналось с чего-то интересного. Там, например, в Тарковского фильмах есть саспенсы, да, когда очень часто первый кадр фильма — это что-то загадочное. А у Марвела саспенс обычно первая сцена фильма — это погоня или взрывы. То есть, как бы, ну, нужно зрителей приклеить к экрану. Дальше идет представление персонажей, которого не должно быть больше, чем 20 страниц. Потом идет еще остальные, там, 30 страниц на, собственно, развитие вашего сюжета. Происходит какое-то событие в конце первого акта, которое говорит, а вот это кино про это. И дальше идет второй акт, где все этот сюжет раскручивается. И третий акт идет завершение, которое заканчивается. Вот. И, собственно, я вот взял «Общагу на крови» и просто копируя текст из книги создал первый драфт сценария таким образом. И меняя очень минимальные вещи, просто адаптируя книгу к более разговорному языку, ну, в диалогах, да, потому что у Иванова там диалоги по 7 страниц. Потому что чем отличается литература от сценария? То, что в сценарии ты обязан объяснять развитие персонажа его действием. То есть ты не можешь сказать, что, типа, вот этот человек подумал об этом, и поэтому мы поняли, что вот он такой. Нет, он должен совершить какое-то действие, мы говорим, а, вот он такой. И этим, собственно, почему считают, что в сценарии тем меньше диалогов, тем меньше слов, тем лучше, потому что он становится более кинематографичным и этим отличается от литературы. Вот. И я в итоге просто эту книгу уменьшал максимально, из нее все вычищал, 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 вычищал. И в итоге появился какой-то некий первый драфт сценарий, дико не идеальный. Вот. Но я его послал Артему Васильеву, продюсеру, и сказал, «Тем, почитай, мне просто интересно, что ты скажешь». И он пропал на какое-то время. И потом говорит, «Слушай, я прочитал классный, я подал в Госкино уже». И типа, я говорю, «Подожди, в какое Госкино?» Говорит, «Ну, вот у нас тут Госкино, здесь дают деньги на дебют, его я подал». Я говорю, «Ну, я вообще-то хотел узнать, как бы, может, что там». Говорит, «Ну, мы тебе дадим там, у нас девочка есть, сценарист, ты с ней вдвоем посидите и доделайте еще». Я говорю, «А что доделывать-то?» Я не понимаю, это хорошо или плохо. «Да отличная книжка». Говорит, «Все хорошо, такой Достоевский же». Я говорю, «Ну, я не знаю, у меня и прав нет». Он говорит, «Права, мы же купили, как бы все». Я говорю, «Ну, ладно». И дальше у меня была легкая надежда, что это все ничем не закончится, поскольку начался съемочный период, и все это как бы никуда не двинется. Но не тут-то было. И, собственно, Артем позвонил и говорит, «Мария, нас уже отобрали в главный конкурс, где дают деньги, но ты должен приехать». Я говорю, «Я не могу приехать, я кино снимаю с Бенафриком на Гавайях, куда я поеду». Он говорит, «Ну, тогда запиши видеосообщение». Типа, обращение к людям. И я просто понимаю, что я сейчас снимаю, я ночью должен прийти, что-то записать, отправить. В общем, мы ночью как-то это снимал, там, сам себя на черном фоне, который взял, там, какой-то ужас. Записал 60 дублей, потому что проговорить про что это кино невозможно. При этом я засыпал. И я, честно говоря, думал, я позвонил Артему и говорю, «Артем, я не хочу снимать больше этот фильм. Если у тебя есть кто-то еще, я не против просто остаться автором сценария». Говорит, «Нет, понимаешь, проблема в том, что мы уже выиграли первое место за этот сценарий и нам дали деньги». Он говорит, «И снимать надо весной». Я говорю, «Что?». Он говорит, «Ну да». Я говорю, «Окей». Ну и дальше у меня были какие-то попытки все-таки с этого слезть, но меня все равно затаскивало. И в итоге, после того, как я отснял этот фильм, я оказался в Москве в процессе кастинга. И, собственно, ужас, который начался там с марта месяца, нет, с декабря месяца, мы начали снимать в мае, был в том, что я вот, мы доделали с Катей Богомоловой какой-то еще драфт один, да? Я посылал его людям, читал. Май 19-й или май 19-й? По-моему, май 19-й. Я сейчас уже не помню из-за этого ковида все смешалось. Вот, мы закончили этот первый драфт с ней. И этот первый драфт ты даешь людям. Все читают и говорят, «Ну это вообще черноуха». Или, типа, «Ну вот так не было» или «Так было». А ты как бы не понимаешь, как бы все эти люди такие умные, у них есть опыт, а ты как бы говоришь, «Ну в книге же». Говорят, «Да ну книга это все». И в итоге ты как понимаешь, «Окей, книга уже ничего не значит». И это как бы уже вроде и твой сценарий. Более того, это твоя точка зрения на мир и на происходящее. И более того, ты отвечаешь за этих персонажей, что они говорят. То есть ответственность как бы как вот шашлык на шампур. Она так просто одевается с каждым днем все больше и больше и больше. И потом я просто понял, что с Катей мы написали все, что могли. И дальше писать как бы нет смысла. Потому что она уже ничего писать не может. И я уже ничего не понимаю, что мы пишем. И, собственно, я пришел к Артему и говорю, «Артем, ситуация такая, я не хочу снимать фильм, потому что мне кажется, сценарий никому особо не нравится». Я говорю, «Подожди, есть человек, он писатель. И он тебе поможет со всем с этим разобраться». Я говорю, «Ну давай». А у меня как бы взгляд на то, что я снимаю, такой абсолютно операторский. То есть я такой думаю, «Ну вот этот кадр, я уже раскадровки все вижу. Мы там все это с ними, она заходит, она приходит, она уходит». И вот мы, собственно, встречаемся с этим писателем, такой Павел Силуков. Он очень талантливо живет в Перми. Он такой человек из района, где кирпичный завод в Перми. Но что вы поняли, там как бы типа 80% людей, кто на зоне отсидели. И мы с ним встречаемся, садимся в комнату, запираемся, слава богу, с его сестрой Дашей Силуковой, она журналист. То есть они оба не сценаристы, и я как бы не сценарист. И мы сидим и начинаем читать сценарий. Паша смотрит на него и говорит, «Рома, ты знаешь, есть одна проблема». Я говорю, «Какая?» А у меня финал был такой, значит, что типа вот Ренат там и ее убивает, и его убивает, и они вместе там убегают. И это все такое постаральное, значит, в дыму куда-то, такое операторское все, на контровом свете. Он говорит, «Вообще убить человека очень сложно». Начинаешь с этого, типа ему нужно что-то очень тяжелое, ну как бы убить человека реально сложно. Двух он точно убить не мог. И тут меня как бы кликает, я понимаю, что все, чем я этим занимаюсь, это не имеет вообще никакого отношения, а к реальности. И, собственно, к правде. И вот большего надежного спутника на пути к созданию фильма, чем правда, факты, которые я сам, как оператор, очень часто игнорил. «Да чего там эти вот режиссеры? Какая разница? Главное, что выглядело круто, вот мы там пам-пам, контровой». Нет. Вот большего как бы помощника, чем может ли это быть в жизни, так ли это было, такие ли там люди пели песни, такая ли была музыка, что они могли слушать, как они могли одеваться, что тогда какие слова эти люди говорили друг другу, вот нет у режиссера. То есть единственное, что он может опираться, это на правду. Потому что если он не напирается на правду, то можно снять там, я не знаю, ну может быть, Джеймс Бонда или какие-то, ну точно нельзя снять драматическое кино, ну драму, да. Вот. И дальше, собственно, прошел вот этот вот гигантский, как бы, на мой взгляд, решающий переворот сценария, когда он был весь адаптирован именно под вот мои какие-то ощущенческие воспоминания, да, которыми я обладаю, как любой человек, да, который, ну, прожил какую-то часть жизни. Их ощущенческим пониманием, что есть правда, что не правда. Вообще стало понятно, какой финал, потому что в книге там Забелла кончал жизнь самоубийством и так далее, и так далее. А здесь это история мученика, по сути, чья смерть, ну, Иван говорит, что тебя посадят, чья смерть обличает, собственно, зло, и зло становится наказанным через его смерть. То есть это абсолютно мифологическая история, в чем-то даже христианская, очень понятная, и так далее. И, собственно, ты начинаешь читать мифы, ты начинаешь читать вот эту основу драматургическую, отец и сын, там, мать, взаимоотношения с женщиной, там, и так далее. Это все становится очень важным. И тут, собственно, ты понимаешь, что вообще на самом деле профессия режиссура и профессия оператора не имеет вообще ничего общего. И вот это вот такое, может быть, юношеское, максималистское желание всегда как бы вот... Ну почему-то он не понимает, что сейчас надо снять общие, а потом крупные, а потом такой. Вот почему-то не понимает, это на самом деле не имеет никакого отношения к режиссуре. То есть да, фильм, когда режиссер визуальный, он рассказывает через камеру историю, он становится, может быть, более, ну, операторским, более зрелищным. Но есть там режиссеры, как там Вуди Аллен, или, я не знаю, там, Трюфо, Ларс фон Триер. Это люди, которые, в принципе, пренебрегают визуальностью ради правды. Но, есть такое понятие точность. Вот все очень часто путают, как говорят, ну, это типа просто должно быть. Нет. Вот как бы точность, это следующее слово, которое следует за словом правдой, когда ты пытаешься, ну, что-то сделать, как режиссер. Потому что у тебя есть, вот, энное количество экранного времени, энное количество сценок, в каждой из которых должно произойти, а, сдвиг по сюжетной линии, то есть ты не можешь иметь сцену в сценарии или в фильме, где мы не узнаем ничего нового, где наши персонажи не делают шаг вперед к концу фильма. Этого быть не может. Эта сцена выйдет в монтаже, выкинется. То есть ваш долгий проезд, молчащий, бесконечный пейзаж, он, скорее всего, или отрежется, или зарежется, потому что первый кат будет 2 часа 30 минут, и вам надо это все приводить в божеское состояние. И в этом нет типа, а вот что вы снимаете, в этом говорит о том, что вот если операторам, кто, собственно, не собирается делать этот шаг, очень полезно понять вот именно вот эту структуру монтажа кино, и что в итоге важно. Что в итоге важно. И в итоге, что важно, я, например, точно знал, что в этом фильме не будет общих планов, потому что у нас нет деньги, чтобы делать общие планы. И это кино на крупных планах, где, собственно, эмоции артистов становятся важнее. То есть все равно самое важное в кадре это артист, который проживает жизнь этого персонажа, двигает эту историю вперед. Все остальное должно отталкиваться от этого. Если вы посмотрите любой фильм Кристофера Нолана, который считается там гуру экшн-фильмов, без звука, просто как рабочий материал, то увидите, что это максимально просто снятое кино, где просто Бэтмен дерется на одном объективе в одну сторону один раз, и с ним дерется Джокер на одном объективе в другую сторону второй раз. И третий раз есть где-то общий план. Понятно, что можно снять 50 ракурсов, которые смонтируются, и они будут классными, он скажет, вау, какая-то энергичная и интересная снято, но он это делает именно потому, и он, кстати, до сих пор снимает одной камерой, чтобы сконцентрироваться на этих эмоциях этих артистов. Потому что главная ошибка там в экшн-сценах, которые я сам снимал миллион раз, когда у тебя сим-камера, что-то кто-то взрывается, все вроде происходит, но этого внутреннего наполнения персонажа, что ваш персонаж чувствует, а главное, что зритель глазами этого персонажа видит, не происходит. И в связи с этим происходит умирание, как бы зритель не подключается к этому кино. Потому что на что смотрит зритель? Смотрит на игру актеров, и сюжет. Или сюжет игру актеров. Ну, в смысле, да, сюжет и игру актеров. Как бы вы это не меняли. И, собственно, если вы тратите время экранное на что-то еще, то это что-то еще должно быть таким ценным, таким важным. Вот как вот этот общий план, где отъезжают камеры, и они сидят одинокие. Но это скорее как бы художественный образ их оставленности. Потому что там была сцена, где они объясняют зрителю, почему они не могут уехать из общаги, которую мы сняли, но потом выкинули. И мне все говорили, ну, они же не объясняли. Но она просто не ложилась. Как бы кино его оторгало, эту сцену. А кино приняло как бы вот эту, вот эту сцену, да, более метафизическую. То есть, это как бы дико интересный процесс. И он на самом деле во многом тоже арифметичен. То есть, это не то, что вот, я это говорю, потому что, я уверен, что среди вас сидят ребята в зале, которые очень много учатся, очень много хотят что-то делать и хотят снимать вот именно это кино, вот, которое они мечтают. Но у них это не получается, потому что у них нет вот этого соратника, друга, они не могут его найти, да. Я могу сказать, что если вы как бы научились операторскому мастерству, то поверьте мне, да, вы, может быть, не снимете там фильм как Тарантино или там Тарковский, но вы точно сможете научиться внятно, грамотно, четко рассказать историю. Потому что все равно это все основано на неких конструкциях, как схемы света, как камеры, таких вот арифметических. То есть, условно говоря, там, например, в сцене должно быть развитие игры артистов. То есть, должно быть, например, начаться там ааа, потом закончиться смехом. То есть, должна быть какая-то вибрация. Если она происходит все время на чем-то одном, то это тоже возможно, но это как бы снимает яркость. То есть, она, ну, то есть, есть разные сцены, понятно, но в целом, надо всегда стремиться к какому-то перевертушу. И в принципе, в плане игры актеров самое важное это арки персонажей. То есть, у вас актеры должны начать, ну, условно говоря, вот он там коп, или там коп, который бухал, пил, от него все ушли, и он в грязи валяется, к вам не приходит, говорит, помоги нам поймать убийцу. И вот он, постепенно исцеляя себя, заканчивает фильм другим человеком. Вот это есть арка персонажа. То есть, другим сами, ваши персонажи, они должны где-то начать, где-то закончить. В моем фильме, условно говоря, вот эта клятва о том, что они никогда не будут мразями, о том, что они засветлые, добрые, и что они вот этими понятиями правды жонглируют. Но потом, как только приходят первые испытания, собственно, все те, кто сказал, что они самые смелые, становятся самыми слабыми. И в те, в кого мы влюбились больше всего. А тот, который кажется аутистным, непонятным, он в итоге становится самым сильным. То есть, в этом есть аркетик персонажей. Вот. И, собственно, это как бы, ну, не наука по строительству ракет, как бы. Это вполне какие-то понятные вещи. И если их соблюсти, и если соблюсти, ну, метраж и представление о том, как это вообще все должно произойти, то есть шанс снять, по крайней мере, крепкий фильм. Дальше вопрос вашего таланта и отступления от этих канонов. Если вы от них отступаете, то куда, как это получается и так далее. Но, но другими словами, мне кажется, что, и вот, собственно, к финальному части вопроса Максима, не боюсь ли я это такой серьезный шаг, я могу сказать, это на то, как вот на это смотреть. Я показывал этот фильм в Америке, и, собственно, так получилось, что пришли какие-то режиссеры, с кем я близко дружу и работаю. И среди их с ним был такой швед Фредерик Бонд, рекламный режиссер, очень известный ее там 50 там Каннских Львов и так далее. И мы с ним посмотрели кино, он говорит, ну, слушай, сумасшедшее кино, тебе надо продолжать снимать. Я говорю, ну, ты понимаешь, вот как я могу продолжать снимать режиссуру? Ты уехал, тебе заплатили там 500 тысяч рублей, ты два года снимаешь фильм, как бы, ну, как я могу продолжать снимать? Он говорит, да нет, ты снимай рекламу, все снимай, а потом, когда тебе будет что снять, иди снимай. Я говорю, ну, так как бы, это странно, может, со мной никто работать не будет? Да нет, ты просто первым будешь, и все будет нормально. И я понял, как бы, вот разницу ментальности, да, что мы такие, боже, мне никто не позвонит, я никому не буду нужен, я буду валяться на помойке. Это абсолютная страх, не имеющий под собой почву, если что-то будете делать талантливо, да, если вы обосретесь, то как бы обосрюсь, но, соответственно, что лучше, обосраться или никогда не попробовать? Мне кажется, все-таки, лучше уж обосраться, в конце концов. Вот, и, и, это можно сочетать, мне, наверное, легче говорить об этом, потому что у меня есть, как бы, два рынка, где я могу что-то снимать, куда-то ездить, люди, кто завязан на одном рынке, да, но, не знаю, и я думаю, что, я точно знаю, что это кино мне дало три вещи, именно не в плане карьеры, а в плане вот моей психологической какой-то, ну что ли, удовлетворенности. Первое, я понял, что если даже все полетит к чертям, и я никогда в жизни не сниму хороший фильм, потому что он не сложится, или я не завяжу шумурки вовремя, или я не встречу человека, то я могу, в конце концов, снять какой-то фильм сам. Раз. Второй момент, что я сейчас свободен, я могу писать, могу снимать, могу выбирать, могу делать, что мне нравится. Да, я так же, как мы все, завишу от денег, от выбора работы, как оператор, потому что меня знают, мне платят, как режиссер, меня вообще боятся куда-либо звать, потому что я снимаю какие-то странные, тяжелые фильмы, снял странный, тяжелый фильм, и у всех как бы это не клеится в голове, я уже должен был снять как бы блокбастер, а снял этот фильм, хотя почему я должен был снять блокбастер, я не понимаю, но как бы неважно, у всех, вы поймите, что во всю жизнь все хотят поставить в клетку с бирочкой и сказать, вот это попугай там классический, он там любит вот это, а вот это попугай тропический, он любит вот это, вот это надо слать как бы в задницу и быть сильными, и делать то, что вы чувствуете, и если вы двинетесь в сторону режиссуры, то правда, жизненная правда, и кропотливый труд, вот именно сценарный, потому что мы сняли фильм, у нас сценарий был 65 страниц, мы из финального ката вылезли 3 минуты только, я бы сейчас, наверное, вылезал еще минуту-полторы, чтобы просто его сжать, но мне было жалко, это вот история, когда вот вы не понимаете, почему режиссер все так затянул, это реально психическая болезнь, надо вот идти к психиатру, там колоться чем-то, ты реально не можешь ничего вылезать из своего фильма, я не могу это объяснить, но тебе кажется, что это важно, и вот тут он посмотрел вот так, но это такой обсession, как бы, ну, ты сумасшедший, вот, но то, что, как бы, это делать, ну, надо, если вы чувствуете, что вам это хочется, я думаю, что 100%, потому что, ну, как бы, вообще мир меняется, я это пытаюсь, как бы, в каждой лекции говорить, и если вы хотите, ну, то есть, какой у вас выбор тогда в жизни быть, вы можете сидеть бесконечно, то есть, да, вы можете начать красиво снимать, очень, и вас начнут звать интересные люди, но при этом, не факт, что эти интересные люди когда-то снимут хороший фильм, они могут быть вашими друзьями, что с одной стороны здорово, а с другой стороны еще хуже, потому что, поверьте, все самые худшие свои фильмы в жизни, вы меня снимете из того, что вы на них согласились, потому что он ваш друг или товарищ, вот, и так далее, и так далее, и так далее, и в итоге все равно останетесь вы, ваше зеркало с утра, и ваше отражение в этом зеркале, все, больше никого не будет, и, и это ваш выбор, насколько вы любите кино, но при этом, если вы говорите, я люблю кино, но я люблю ставить свет, и вот, я кайф ловлю именно в мизан сценах, в разработке движения камеры, в помогании режиссера рассказать историю, но мне глобально хотелось бы, чтобы фильм получился, я с ним получаю расстраиваться, но мне хочется дальше заниматься только этим, тогда, конечно, это делать не надо, я просто как-то достиг такого, не достиг смысле там, возвысился, а просто пришел к ручью, дорога моя пришла к ручью, когда я понял, что я хочу просто попробовать сам, потому что я устал снимать фильмы, которые, на мой взгляд, ну, они как-то складываются, они хорошие, и многие бы люди были счастливы снять, но по моим внутренним ощущениям, они не как бы дотягивают, потому что вообще драма, мне кажется, сегодняшнего кино состоит в том, что на самом деле, я помню, когда поступали в ВАГИК, было какое-то такое ощущение, что вот это вот, значит, там перестроечное кино, там кино 70-х, мы вообще смотреть не будем, но мы будем смотреть Андрея Рублева, потому что у нас мастер его снимал, но остальное мы смотреть тоже не будем, потому что это полное говно, мы будем смотреть нормальные американские фильмы, мы будем смотреть Боба Ричардсона, Виторио Старара, Спилберга, и мы будем делать все, как у них. Но проходит время, ты как бы научаешься все делать, как у них, но фильмы, как у них, у тебя не перестает, не получается, потому что ты не работаешь ни с Корсезе, ни со Спилбергом, и как бы вроде свет тот же, но почему-то результат другой. Вот, а дальше как бы возникает вопрос, собственно, что делать дальше, вот, и кого учиться, и вопрос возникает такой, что ты потом берешь и смотришь какой-нибудь фильм из 70-х, там, я не знаю, и думаешь, боже мой, какое глубокое, великое кино, где эти сценарии, где эти истории похожие, у нас же сейчас есть все, айфоны там, иди снимай, но нет ни сценариев, ни истории, ничего нет, потому что никто глобально не занимается, так серьезно, очень маленькое количество людей. И дальше вопрос, как бы, ну ты ради чего же, что-то все-таки делать кино, которое бы ты сам хотел смотреть, ну вот, ответ очевидный, видимо, тебе придется делать его самому в какой-то момент, и все, вот, собственно, ну вот так все и сложилось. Я не знаю, что еще добавить. Ну, мы заканчиваем на этом все. Ну, у нас еще есть время. Да, ты объяснил? Сейчас я короткие. На самом деле, если мы можем Максику дать передохнуть, если у вас есть какие-то вопросы, вы задавайте. Такого вопроса в массу вопросов. Миллион. Миллион завалит, просто так выступил, потому что я думаю, что у людей вот... Я просто поскольку... Она втянет руку уже полчаса, я ему не отдаю. Не, просто все близкие люди, и что тут мы просто уже откровенно разговариваем? Да, Саша, что нам не слышит? Да, очень приятно. У меня на самом деле был целый список вопросов, и примерно две трети уже уже получили ответы. На самом деле, очень важный вопрос меня очень интересует. Вот у нас, мы там работаем в кино, у нас есть какой-то масса понятий, которые можно засунуть в слово драматургии. Драматургия, вот если про операцию, профессию, там, драматургия света, драматургия поведения камеры, драматургия монтажа, звука, драматургия существования персонажей, драматургия декорации, все будет, вот, миллион драматургий, да, и по идее режиссер это тот человек, который вот должен объединить все вот это в единое некое целое. И хороший оператор, он, конечно, думает, ну, выстраивает свои вот эти драматургии, которые подконтрольны нам про крупность, про движение камеры, про поведение, там, то есть вот, про свет, колорит и так далее. Мы так или иначе отталкиваемся от тех задач, которые строит режиссер, от тех драматургий, простите за, может, такую странную формировку, которые выстраивает режиссер. А повлияло ли, понимание, то есть, я так понимаю, что когда человек, будучи, там, придя из операторского дела в режиссуру, начинает вот эти вот подконтрольные режиссеры вещи, погружаются, ну, гораздо, естественно, гораздо лучше, чем он погружался, будучи оператором, и интересно, изменилось ли отношение, когда вы вернулись за камеру, да, и какие, может, ну, режиссеру хочется сделать канарикин бутерброд всегда, типа, спросите, может, чая налить, я не знаю, потому что на самом деле это какая-то адская работа, реально, то есть, ну, опять же, есть, видимо, какие-то разные режиссеры, мы все можем в своей карьере вспомнить людей, которые не соответствовали, скажем так, этому громкому имени, и я с такими тоже работал на заре своего такого творчества, есть люди безусловно адекватные, ну, как бы, на самом деле, две вещи про себя могу сказать, вот, если бы я был бы Рома Васьянов, который там, меня пригласили бы снимать фильм «Общага», да, как оператора, например, с каким-то трючером, я бы пришел и сказал, слушай, давай, мы же попробуем это все сделать одним кадром, это же, как бы, завернутая история, внутри, там, двигается, и так далее, и так далее, или, давай мы там, я не знаю, сейчас, то есть, тогда бы я сказал, чтобы эта операторская работа была очень яркой, то есть, она была какая-то сочная, красивая, о ней говорили, но сейчас, я на самом деле, чем больше этим занимаюсь, тем я, например, стал смотреть больше кино, там, оператор такой, Крис Менгис, или оператор, кто с фастбиндером снимал, сейчас с головой улетел, то есть, я сейчас больше кайфую от точности, то есть, не от яркости, когда, там, стиляги, или, там, вот, собственно, с ярости, это так потихоньку, ничего, понятно, что есть там блокбастер, там, отряд Смитц, там, все должно, все сине-зеленое, красивое, яркое, но если говорить о драматическом кино, все-таки, жанры это важно, да, какое кино, а если говорить о драматическом, то это все про точность, про точность мизансцены, про, вот, очень советую, кто не видел, собственно, мы были вместе в компетишене в Каннах, только мы в другой программе, но мы не попали в итоге из-за этого ковида, все перекрутилось, что там миллион фильмов вышло, а вот фильм Кира Коваленкова шоу, «Рыжимая кулаки», вот я очень советую посмотреть это кино, не в плане, как это снято, вот типа, какой молодец оператор, а в плане именно мизансцен, вот как разведены мизансцены, как темпоритмический, там, в кадр въезжают машины, когда падает что-то, когда происходит, и это и есть вот эта точность, там, у Миши Кричмана, когда они с Андреем снимают, вот есть вот эта точность, когда, как бы, камера поехала только тут и не тут, и так далее, и так далее, понятно, что это невозможно делать без режиссера, который вам не даст на это добро, или будет вашим, ну, соучастником в этом, я всю жизнь так складывал, что я работал с режиссером, который, ну, ты придумай что-нибудь там, мы подправим, как бы, и в итоге я придумывал это что-то, да, там, только с Валерой Тедоровским, то есть на небо, он точно все знал, но, вот, в Америке очень часто ты приходишь, на тебя, первого смотрит, типа, что делать, ты такой, ну, вот она, она отсюда входит, ты там, камеру сюда, хотя, в принципе, это должен делать режиссер, потому что это его персонаж куда-то заходит, в этот момент он что-то оценивает, в этот момент у него что-то должно ёкнуть, произойти, но жизнь устроена несправедливо, поэтому, как бы, этим почему-то занимаемся мы, хотя это не мы этим должны заниматься, ну, неважно, вот, мы говорим, ну, вот, наверное, вот это, вот это, мы включаемся в это, ну, и, собственно, дальше, как бы, есть только один, наверное, путь, это вот такого отстаивания визуального языка фильма, то есть, что это, вот, если ты придумал, что у тебя там верхний свет работает, да, вот из-за этого верхнего света должен сражаться, ты придумал, что это вот ручная камера, вот здесь на эскран, он должен сражаться, и в итоге что-то получится, но, если говорить по большому счёту, вот по такому кино, вот большому кино, либо это соавторство полнейшее, когда вы сидите с режиссёром над эскадровками, и вы придумываете этот киноязык вдвоём, либо это всё-таки режиссёр, который создаёт киноязык, адекватно рассказывающий ту историю, которую он хочет сказать, потому что вы, как бы вы не прочитали сценарий, сколько бы вы не сделали, вы всё равно не будете на том же самом уровне, на каком будет он, в плане именно понимания персонажей, потому что вы, для вас это всё равно люди действия, вы даже, ну, как бы их диалоги не до конца, ну, как бы вы понимаете, о чём они говорят, но вы не до конца их, как бы, особенно если плохой сценарий, там вообще невозможно разобраться, о чём у тебя люди говорят, вот, ну, как бы, да, и то есть всё становится таким типом, ну, вот он заходит сюда, как бы химическим, точнее, физическим, просто движение объектов, и очень, мне кажется, большая ошибка, очень много, почему операторов, которые переходили в режиссуру, у них не получалось, не потому что я сейчас говорю, вот у меня получилось, у них нет, мне кажется, я всё никак не мог понять, почему часто не получается, именно потому, что есть вот это понимание, что, да, что я не разведу мизансцену, но разведу, но эта история вообще не про мизансцену, это история про вот этот мир, этих людей, которые взаимодействуют, как бы, опираясь на текст и чувство взаимоотношений между друг с другом, ну, у меня был такой безумный момент, я, собственно, сделал раскадровки, сделал эти планы сверху, свет весь выставил, всё сделал, и вот начался первый съёмочный день, и у меня ввалились две девушки в спящую комнату с тремя артистами, и я помню, что я вообще не понимаю, как у вас ставить камеру, вот вообще, а я всю свою жизнь её ставил, и я всю жизнь ставил, говорю, ну, вот общий план, они заходят, я понимаю, что этот общий план бессмысленный, я его сниму, и выкину в нём ноль энергии, он не нужен, он нужен мне, чтобы понять, какой свет, но на самом деле им не нужен, и не нужен для кино, мне нужно быть с ними, и я просто стал снимать, окей, камера вот с тобой, Нелли, мы целиком проходим с ней, на ручной камере, потом камера с тобой, Потом камера с тобой, потом камера с тобой, потом камера с тобой. А потом в конце, ну давайте с ним общий план, чтобы просто он был с ним на монтаже нужным. То есть вообще обратная система. Хотя если бы как оператор, я бы этого режиссера матом крыл и говорю, я вообще не понимаю, где у нас свет стоит, ты уже все тут что-то развел. Ну вот это вот невозможно объяснить, это вот какая-то такая хрень. Но при этом все равно готовиться надо. То есть, короче, другими словами, вариант супер, когда режиссер знает, что он хочет, и вы дорабатываете идеи. Вариант второй супер, это когда режиссер говорит, смотри, я классный сценарист, я умею работать с артистами, но я не совсем с этой камерой понимаю, что делать. Давай вместе, я хочу учиться, давай вместе. И ты вместе делаешь. И вариант очень плохой, когда режиссер говорит, ну ты сам что-то сделаешь, ты начнешь что-то делать, обычно это ничем хорошим. Вообще, это как раз классическая история, когда кино говно, но снято красиво. Это вот третий вариант. И я вот рассказывал, потому что я все эти три также снимал. Поэтому это не укор какой-то. То есть, другими словами, если как бы более четко вопрос по поводу киноязыка, вот если только вот так вот его можно разработать, стараться все-таки вытянуть режиссера на этот киноязык, смотря кино совместное, ручная эта камера, неручная эта камера, сколько у нас дней. Потому что киноязык можно придумать, типа, какой у вас главный референс? Выживший. А сколько у вас съемочный день? 15. Ну как бы, это невозможно. Потому что Выживший снимался год в режиме, ну как бы с репетицией каждый день, и потом 30 секунд в день они снимали. Ну то есть адекватность должна быть, да? Тогда окей, может быть Дардены, может быть Догма, может быть еще что-то, да? И, собственно, потом, если ты понимаешь, что он ни на что не способен, и все, то дальше ты начинаешь думать, вот какой свойский язык. Я его знаю, например, все говорят Диккенс, Диккенс, Диккенс. Я специально работал с людьми, кто работал с Диккенсом. И я говорю, ну как он это все делает? Почему он выходит одного из фильма в другой, и вот ты смотришь разный режиссер, а это Диккенс. Вот как? Он говорит, да очень просто. Он приходит и делает 12 сетапов в день и шлет всех нахуй. Берет сумку и уходит с одной камерой. То есть, вы как бы... Я говорю, как, прям вот так? Он говорит, да, вот так. То есть он приходит, у него есть там, типа, 12-8 метров камера, кран-стрелка. Он сидит на этой штуке. Он говорит, вот кадр такой, вот он заходит, я на него поехал. Потом восьмерки. Мы не через плечо восьмерки не снимаем, мы сняли восьмерки чистыми. То есть методом отметания. Не методом нагнетания, а методом отметания. Но зато он эти 12 кадров делает идеальные. А может, 50 кадров в день, но они все будут кривые. Просто потому, что 50 кадров снять в день нельзя хорошо. Ну, как бы никто не может. И, собственно, весь талант Диккенса в том, что он никогда не прогибался. То есть, если со всеми... Ну, понятно, что он гениальный оператор, который снял гений фильмы, но именно ему выжить вот в этом американском кино, где время-время-время и разные режиссеры все время, и сохранить свой стиль только тем, что он был максимально ограничен в своих... И вот, собственно, я попробовал так снять фильм «Одессу». И я понимаю, что, наверное, «Одесса» — это мой первый фильм с моим каким-то операторским киноязыком. Вот таким чистым, простым. И вот если мне нам... Я вот снял это кино, и мне позвонили через две недели, сказали, вот еще есть кино. Я говорю, давайте, я даже не устал. Я поехал бы, взял ту же самую камеру, ту же самую оптику. Собственно, что он всю жизнь и делает? Он снимает на мастер-праймы, а «Лексу» один и тот же кран, у него свой с головкой даже не компенсирующий. Он приезжает и ей снимает. Потому что это одна и та же схема световая, одна и та же схема мизансцены, которая за ним идет. Всю его карьеру. Старара так не может, потому что он каждый раз пытается, там, синий или красный, все, пиздец, Решет говорит, все, мы уже синий-красный, до свидания. Мы расстаемся, как бы. И все. А Диккенс снимает, ему 70 лет, он снимает. То есть я думаю, что вот если как бы, как бы я бы дальше, наверное, продолжал бы, я бы вот так учился. Но это тоже свой талант, вот иметь эту возможность сказать нет, иметь эту возможность настоять и не прогнуться и сделать. Особенно, вот. Но при этом Диккенса, я знаю, кучу раз увольняли в начале его карьер с фильмов просто, потому что он слал людей, мы говорим, ну иди отсюда все. И такая же была ситуация сейчас с Брэдфордом Янгом, который, на мой взгляд, выдающийся оператор, талантливейший. Он вообще сейчас стал режиссером, именно потому, что у него вот есть вот этот стиль верхнего света, когда у тебя статичная камера, силуэтные общие планы, крупные планы. А есть режиссер, вот я, например, снимал с Дагом Лайманом, он снял там Борна или там с Том Крузом этот, если наступит завтра фильм. Он вообще с тобой разговаривает два раза. Потом он говорит, ну ты понял? Дальше ты его встречаешь на съемочной площадке, где 300 вагонов. И он говорит, мы все снимаем с рук, вот это все не надо, не надо, не надо. А дальше он говорит, ну дай мне камеру, я пока не знаю, что делать. Он тебя берет камеру и начинает вот так бегать с ней везде. А ты начинаешь бегать за ним с пенопластом. Вот так снимает Дагом Лайман. И потом вопрос типа, а почему, а как бы в этот момент сделал бы Диккенс? И ответ такой, Диккенс бы с ним не снимал. Точка. Ну как бы вот и все. Ну у меня про инсайты тут вот было про точность важная, на мой взгляд, штука. Но у меня вот был, однажды там я тоже у друга увидел книжку по сценарному мастерству, стал читать, писать, и вот про персонажа узнал. Вот так, вот таким образом. и тогда у меня было совершенно какое-то потрясающее, в самом начале, там, 10-12 назад. И у меня было совершенно офигение от того, что я подумал, блин, а у Света может быть арка своя, а у движения камеры тоже может быть арка. И так далее. Это все можно экстраполировать. Это можно, но, понимаешь, это такие вещи очень сложные. То есть, вот если там выживший говорит, вот они договорились об этой арке или Бёрдман, они договорились. А вот, например, смотришь интервью Стараро и Бертолуччи, есть интервью о том, как они делали маленький Будда. И о них интервьюируют. И там сидит Стараро с тремя фильтрами. И он такой говорит, this is orange, it presents passion. Это типа orange, он представит Стараро. This is red, it's the light, последний император. This is this. А потом Бертолуччи говорит, да я вообще не согласен с этой хернёй, почему типа orange, блять, passion, нахуйня какая-то типа. Понимаешь? И дальше он говорит, Стараро, не надо orange. И в этот момент твоя арка разрушилась. То есть, она все равно не может существовать вне, ну как бы, вне всех. То есть, ты не можешь прийти и снимать свой собственный фильм, собственной аркой, и как бы она, ну, то есть, ты должен найти свой киноязык, вот как Диккенс, где простыми средствами, потому что очень важно, что ты просто это делаешь. Если как только ты начнешь это делать сложно, тебя это производство погребет. Простыми средствами ты делаешь вот этот свой стиль. Ром. Вот там немножко другая ситуация была, потому что Бертолуччи сказал, блять, вот я не понимаю, что он придумал эту херню всю, он придумал, пусть делает. Типа ребенок, да, пускай он делает. Я знаю, что как бы ему это важно, пусть делает, я занимаюсь своими вещами. Делай, да, да. Это тоже, потому что он не сказал, что иди нахер. Не, но он не сказал, что делает, мы с ним уже сто лет снимаем, что ли я на коррекцию. Ну то есть все равно это как бы очень смешно, потому что у человека там видно это религиозная концепция философская, на уме там неоплатоников. А для режиссера, который отмонтирует, ну блять, территорию поставил там розовый фидор. Ну хорошо, он же гений, ладно, мы снимем. Как приятно, что Роман не забывает русский язык, особенно русский крепкий. Хочу напомнить, что у нас идет эфир. Ой, да, это нельзя. Ты, я слишком расслабился, все операторы, и это все начинается опять пьянство. 18 плюс мы поставили, я потом запикаю запись, но пока идет эфир, и нас смотрят в том числе и дети операторов. Значит, Ром, ты меня просто сейчас напугал, совершенно не надо все стирать. Слушай, здесь огромное количество операторов, я не поклялю душой и скажу, что каждый из них с удовольствием бы с Романом Васьяновым режиссером поснимал бы кино. Вопрос будет очень более простой, чем кажется. Скажи, пожалуйста, ты назвал свою картину Одессу, видимо, любимую, я прекрасно помню стиляги, мы все знаем Ярость, и все эти картины очень стильные, интересные, в чем-то даже красивые. Вот ты говорил о том, чтобы ты, вопрос, переснимая картину Общага, ты позвал бы другого оператора? Или тебе хватает того изображения, которое он стильно снял под руководством Васьянова? Нет, опять же, мы с ним сели и обсудили, я говорю, смотри, худшее, что может произойти с этим фильмом, что мы такие, типа, соберемся, сейчас вот мы, знаешь, жахнем искусство, значит, на два часа невероятного изображения на силуэтах, я говорю, я вообще не понимаю, что мы будем делать, и как бы я реально очень сильно боюсь, я не знаю, что из этого получится. Давай найдем какой-то средний минимум, где у нас будет в наши 20 съемочных дней и возможность мне работать с артистами, но при этом, чтобы это не выглядело ужасно. И он говорит, окей, и мы с ним какие-то референсы смотрели, там, 4 месяца, 3 недели, 2 дня, которые я очень люблю, визуальные, да, потом мы там смотрели Суку-любовь именно вот из-за ручной камеры крупных планов, Дарденов смотрели, и вот я понял, что как бы для этого кино, на мой взгляд, это формно, оптимально. При этом, это не значит, что надо снимать все так, или там, если я когда-то еще что-то сниму как режиссер, что это не будет, вот типа, мне все равно, как это выглядит. Да нет, нет, конечно нет. Просто, это вот вопрос к киноязыку, ты все равно должен выбирать этот киноязык, исходя из возможностей, потому что проблема какая начинается. Если у тебя очень мало времени, и тебе нет возможности работать с артистами, а вот вы все понимали, вот все, по крайней мере, я считаю, что точно там в этом фильме как бы удалось, мне все сказали, типа, ну, ты не расстраивайся в самом начале, ну, у тебя с актерами ничего не получится, ты вот как бы, ну, ты, короче, у тебя профессия есть, Смиселянов это сказал, он говорит, ты не расстраивайся, главное, если ничего не получится, как бы, у тебя есть профессия, все будет нормально, ну, как бы актеры, если у тебя кровь попьют, ну, типа, фигня. Вот, но вот, например, у Никиты Ефремова, типа, в монтаже, там, второй дубль и семнадцатый, и он, типа, между вторым и семнадцатым, вообще, как бы, ну, его вот, уводит куда-то, да, он дал, и ему надо набирать, и там, и вот, и вот, как бы и как, а если ты какую-то сложную историю придумал, и ты не можешь снять эти семнадцать дублей, то у тебя сразу история про то, что эти артисты, тебе не дают, что тебе нужно, и дальше вопрос, что важнее, как бы, да, и в итоге, Саша Александров получил, наверное, миллион звонков от разных режиссеров из России, чтобы они, почему-то сняли фильм, после этого фильма, потому что этот фильм сработал. Уже получил? А? Уже получил, да, уже получил. И я помню свою реакцию, я когда снимал фильм «Патруль», который снят там на GoPro на чёрте чё, мне казалось, что после этого я никакой Голливуд, я поеду обратно в Москву снимать растишку, как бы, потому что я снял всё самое худшее, что только можно было, на всё самое худшее, то есть я там, типа, снял с Теляги, там, с крана приехал, мне дали GoPro, телефон, Mark II, сказали, ну, сейчас будем снимать про полицейских кино, в итоге, я с каким-то, я говорю, ну, уже я помню, что всё, мы нацепили эти камеры, там, всё, и в итоге сложился какой-то свой собственный киноязык, ну, понятно, что он в сценарии был, но он сложился, и в итоге, типа, мне говорят, ну, прикольность не так, картина такая вся хаотичная, то есть, как бы, вот, никогда не знаешь, вот, отвечая на то, я доволен, как Саша снял, то есть, мне не кажется, что нужно было это ещё, как бы, усложнять, вот так, для того времени, которое у нас было, если у нас было 40 съёмочных дней, да, да, а сколько было? 20, 20, ну, смотри, возвращаясь к Саше, ты сегодня уже, вот, как режиссёр, то есть, ты был по одну сторону, и ты знаешь, что, как бы, когда ты, от тебя приглашают, тебя выбирают, каким образом построить свой разговор с режиссёром, и сейчас, когда ты был в качестве выбирающим, и, в принципе, ты хорошо знаешь, или ты хорошо знаешь, где ты берёшь, в общем, тоже депутанта, да, то есть, да, то есть, и какие-то рекламы, он не так давно закончил, у неё уже судьбы на школу, да, да, вот, и в этом смысле, это, насколько там интуиция, насколько осознанность, вот, почему Эльберг выиграет? Я честно тебе скажу, что там не было истории вообще под названием, типа, я выбрал его за какой-то такого, то есть, как, я с ним, то есть, как мы вообще с ним познакомились, вообще парень из Воронежа, который приехал поступать, вообще математик, то есть, он приехал поступать, типа, грант выиграл там, чуть ли не в MIT в Бостоне, то есть, он очень умный парень, и потом в какой-то момент, видимо, какая-то ФШ там ужалила, и он решил стать оператором, хотя я бы на его месте в жизни бы этого не сделал, если что, я поступил аж туда, но он реально очень умный, вот, и, то есть, сильно умнее, чем я, прямо скажем, ему 33, по-моему, вот так, и он стал снимать очень много рекламы, причем, он сам как режиссер-оператор, сам делает коррекцию, сам покупает камеру, вот он такой стал жить, вот этой жизнью американского индепендента, когда ты не в гильдии, и ты вот на коленках, я снял так только две картины, и я, честно говоря, думал, что я с этим заканчиваю, потому что это после там Москвы, где там, да, тяжело, но у меня все было, там просто ад, тебе просто типа приезжают два мексиканца, камера, и ты такой типа, вау, какой, он говорит, ну, так все и начинают, ты такой, окей, вот, и он, собственно, так и снимал, и я понял, единственный фактор, по которому я понял, я понял, что когда я ему скажу, что Саша, нам надо снимать, он будет готов, потому что в Америке, собственно, это основной, основополагающий фактор, не быть уволенным, то есть, не все там будут говорить красиво, это потом будут разбираться, ты красиво снял фильм, и нет, всем важно, что вот есть там 20 съемочных дней, вот мы в 8 должны начать снимать, собственно, там артисты, и вся группа, еще раз скажет, что с ума, потому что мы говорим, я говорю, мы в 8 начнем, они говорят, вы не начнете, я говорю, мы начнем в 8 часов, и мы в 8 часов, Саша стоял со светом, я был готов, и безумные артисты их вытащили от кофе, сигареты и всего остального, втащили в кадр, они сказали, что уже, мы говорим, да, и стали снимать, так было каждый божий день, и только поэтому мы это успели снять, и вот, собственно, для такого кино это очень важный фактор, потому что у тебя очень мало времени, и как бы это время реально, оно просто на вес золота, ты не можешь, и я думал, вот у меня Хойте Ван Хойте, кто с Ноланом работает, я с ним дружу, у нас один агент, он как бы Нолан заканчивает каждый фильм свой там на неделю раньше, просто он приходит в 8 утра, и ему все равно, кто что там делал, просто говорит, камера, и вот все в этот момент, там реквизитор висящий какой-то был застан, собственно, вот все началось, и все это знают, и поэтому он говорит, там, вот он, я слышал, что он уволил даже, или не уволил, перестал работать там с художником-постановщиком, потому что он говорил, смотри, я закончу там на 5 дней раньше, ты должен эти декорации уже строить, и они что-то там как-то послушали, типа, и не послушали, и он пришел в эту декорацию, и она не была готова, и он сказал, нет, Спилберг точно так же, он на неделю, на полторы заканчивает раньше снимать, при этом есть там Финчер, который там, за место 60 снимает 120 дней, это другой вопрос, но и как бы, вот такой момент тоже есть, то есть, как бы, ты должен реально, ну, все время, как бы, это двигать, и опять же, как бы, ну, это не сработает в русском кино, где вы одни хотите начать, во все утро снимаете, а все остальные это совершенно не хотят, это понятно, что это не работает, но если вы, как бы, сделаете шаг в сторону режиссуры, то я вот очень советую смотреть на этот ваш день съемочный, не так, что вы после обеда начинаете снимать, а что это, если вы не проигрываете утро, то вы, как бы, просто в очень хорошей форме, у нас не было переработок вообще, у нас была одна смена, где было 14 часов, вот когда в комнате они, вот то, что с этими, вызывными бумагами, просто была очень сложная актерская сцена, и мы их там мучили, 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 но в итоге, домучились до 14 часов, вот так. Ну, вот, взахлест туда же, то есть, как мы говорили про киноязык, мы говорили про, как бы, текст, да, то есть, вот, эти механизмы, которые для режиссера становятся, после перехода режиссуру, становятся, совершенно иначе начинаешь смотреть, но главный пункт в этом, да, режиссура, взаимодействие с актером, к чему, на самом деле, ты, наверное, совсем не готов глобально, потому что, если, там, мизансцена, если текст, иначе, постоянно прокручиваешь, мы строим, как бы, ты правильно заметил, в России, мы сами строим мизансцену, мы внимательно читаем сценарий, но актер все-таки пререгрегивает, и вот тут у тебя, ты, я помню, твое, какое-то замечание, что ты любишь, что ты едешь в зону комфорта, но ты для дебюта выбрал, абсолютно актерское, максимально актерское. Я помню, если я это сниму, то я, в принципе, могу снять все, потому что, как бы, ну, это взорвать дом, там, это не очень тяжело. Ну, то есть, можно, как бы, там, сейчас искать варианты, там, киноязыка, или подираться к теме, которые, да, там, плановленные разрешения, но то, что у тебя, безусловно, получилось, это, как поработать с актерами, энергетика, которую, энергетика сцены, взаимосвязь, актерский коллектив, как бы, это все живет. Расскажи немножко, как это преодолевало. Ну, вот тут, собственно, ты только обращаешься к первому другу режиссеру, это правде, то есть, другим словами, вот ты разводишь мезонсцену, актеры, они, как бы, могут превратить твою жизнь в ад. Вот как бы режиссер, скажи, просто уничтожить. Я был свидетелем нескольких фильмов, где реально артисты уничтожали режиссера и, собственно, не хотя сами этого, уничтожали фильм. Вот я такие фильмы снимал. Собственно, «Чарли Кантримен», «Шайла Боффу». Была такая прям история. Вот. Тут выход, как бы, как я для себя понял, какой. Вот приходит актер. Что я делаю? Ты должен максимально точно продумать физически, его физическое поведение в данной сцене, исходя из просто логики, реальности. То есть, с другими словами, если вот он делает это и это, то он не может стоять в том углу комнаты. Он должен стоять в этом углу комнаты, потому что если его мотивация взять этот листок бумаги, то он, естественно, станет к нему ближе. И так далее, и так далее. То есть, если ты хотя бы к ним уже подходишь с для них понятной физиологией, то они тогда тебя пускают, открывают эту дверку и пускают тебя в следующий мир, их, собственно, мир вот этого актерского состояния, где очень часто бывает следующая история. Ты делаешь первый дубль. И на первый дубль ты говоришь, ну смотри, то есть, как я делал, короче, я не знаю, как это, вот как у всех по-разному, но вот как я понял, как можно выжить с ними. Ты как бы приходишь и говоришь, смотрите, ребят, я вот не знаю, я, может, не прав, но вот как бы я представлял себе это так, вот типа ты заходишь, она сидит здесь, ты говоришь, вот этот текст тут, ты встаешь, она встает, она выходит, окей. Он говорит, ну, а могу стоять здесь? Ну, в принципе, да, может стоять здесь. Давайте сейчас снимем дубль и мы как бы разберемся, ну, если будет чувство, что-то не так. Мы делаем этот первый дубль. И ты в первом дубле понимаешь, окей, вот этот человек там делает там какую-то реакцию неправильно, переигрывает, он не в том настроении. И ты начинаешь медленно его до этого доводить. Я показывал плейбэк, то есть прям, вот смотри, мне кажется, видишь, здесь ты моргаешь, не надо моргать, потому что видно, что ты отключаешься от сцены. Потому что на самом деле все безумие, что на крупном плане прямо видно, когда человек в состоянии, когда он просто тынк и выключился. И, собственно, ты вот это гонишь интуитивно вот к этому абсолютному состоянию правды, когда ты смотришь на эту сцену и веришь. И нет ничего более ужасного, когда тебе уже второй человек говорит, типа, все, все, мы должны двигаться, а ты понимаешь, что ты его не докрутил. И как ты будешь это монтировать в сцену? Хитрость одну, которую я понял, которая меня пару раз выручила в тяжелых сценах. Так. Иногда очень интересно снимать профили. Потому что профили дают некий... Уходящий профиль. Да, уходящий профиль или три четверти. За счет того, что они дают естественность, натуральность, какую-то спонтанность, сразу актер приобретает достоверность. И вот если на самом деле посмотреть, например, Догму и Дарденов, или там, например, вот это «Жизнь Адель», да, там очень, поскольку она вообще была непрофессиональной актрисой, очень много планов снято именно профильными на нее. То есть добито профилями. Или на реакции партнера. Да, или на реакции партнера, да, да. Но это потом тебе монтажей говорит, да мы вообще типа на него здесь склейку не будем делать, а будем на партнере. И такой, а так можно? То есть это как бы следующее открытие монтажа. Но по камере я понял, типа что вот именно профильные планы часто выручают в таких ситуациях. Вот если такие как бы хитрости, которые я научился, могу поделиться. Давай, Золос. Ну да, я просто хотел сейчас, поскольку у нас еще один модератор, я сегодня специально пригласил нашу подругу Марата Адельшина. Он в зале здесь сидит? Да, он в зале здесь. И поскольку Марат у нас известный вежопер, да пусть немножко в параллельной вселенной. Почему? В серьезной вселенной? В параллельной. Ну она, если мы сейчас мы видим, Марат, поскольку немало снимал кино, он понимает, о чем идет речь. Но я же думаю, что наверняка он сейчас сформулирует... Давай я передам аппаратик. Сформулирует... Вопрос. Для чего микрофон дали? Да. Так смешно, мы просто знаем все другое тысячи лет и так типа, ну спроси. Ну, мне кажется, здесь вообще в принципе раскрыл все темы, которые мы можем к нам задать вопрос. Что даже ничего не заберет. Давай из вас. Ну дайте из зала туда. Давай из зала. Есть больше вопросов. Сейчас звание хочет. Я из зала подготовить. Зал, готовьте спрашивать. Ребят, если что, вот у вас микрофон стоит, можете просто... Да, давайте. Так, чтобы мы вас видели и перед... Если уже всем скучно, то можно и расходиться. Если есть еще вопросы, то можно спрашивать. Да, Рома, очень приятно тебя видеть. Да, взаимно. Я вижу постоянно, значит, по телевизору, в интернете. Вот, наконец-то... Это ужасно, да. Мы сидим близко, как мы на парах сидим. Да, да. Мне... Вот тебе такой вопрос хочется задать. Может, даже не один, я пытаюсь несколько коротких, может быть, просто отведиться. Что поменялось, во-первых, в работе оператора Романа Васьянова в отношениях с режиссером, да, как ты сейчас теперь смотришь на работу с режиссером, на что ты теперь замечаешь, что ты делаешь акценты другие. Да, да. И, два, ты упомянул замечательную картину, которая лично мне очень понравилась, «Finding God», она в английском называлась... Ну, «Патруль». «Патруль», да. «Патруль». Английское название, по-моему, «Final Cut». Нет, «End of Watch», по-моему. «End of Watch», «End of Watch». «End of Watch». Вот в той картине у меня случилось то, что я и благодаря оператору Роману Васьянову я прям вжился с этими героями и мне в конце было вообще не наплевать, что этот помер, тот за него переживает, хотя абсолютно для меня как бы отстраненная история. В случае с «Общаргой» мне кажется, что, да, это геройский вообще поступок сделать такую картину, на это заступить, вот и до. Но мне лично, когда я до финала кино досмотрел, посмотрел его там дня два назад, у меня остаток был такой, как бы за кого я должен, ну, за кого я должен переживать, да. Вот как ты думаешь, да, ну, вообще одна из ролей режиссера это так видеть произведение целиком со стороны от дома. Вот сколько у тебя раз это было, когда ты готовился, когда ты снимал и понимал, вот как архитектор, да, какой этот дом будет в конце и насколько оно соответствует вот тому, что ты представлял и что получилось. Не, ну, в принципе, я говорю, что я доволен именно тем, что то, что я представлял, то и получилось. Это уже, собственно, мне кажется, довольно серьезный шаг вперед. В плане переживания, ну, мне кажется, главный герой Забелла является центром переживания этой истории, ну, для меня, по крайней мере, но при этом, вот, очень интересный такой момент, вот, я люблю, там, рассекая волны или вот такие фильмы с таким финалом трагическим, да, который вызывает катарсис, недоумение, чувство несправедливости, но я, например, понял, что для многих людей он невероятно, ну, что ли, зрителю, ему тяжело такое воспринимать, то есть, я все сложил хорошо, но я, наверное, перебрал по басам, скажем так, но при этом, я это делаю искренне, потому что для меня, это на мой вкус, это не является финалом, который, вот, ну, там, не должен был, то есть, он должен был остаться живым, нет, это именно тот финал, который должен был быть у этой истории, исходя из книги и так далее, и так далее, вот, хочу ли я снимать фильмы с другим финалом, да, конечно, и как бы от общаги у меня вообще такое ощущение осталось, что вот я, знаешь, я открыл, как бы, букварь и как бы выучил алфавит, а вот на самом деле писать, как бы, реально, ну, слова и предложения, я как-то вот научусь, наверное, когда-то потом, потому что проблема вообще с режиссурой какая, что это не просто высказывать, именно, ну, я не говорю про экшн, да, про развлекательное кино, я не потому что его уничижаю, потому что в нем есть точная задача, прямо точная, а если говорить о авторском кино, там задачи всегда чуть-чуть размыты, то есть, ну да, вот мы хотим рассказать эту трагическую историю про этих людей, вот чтобы люди это почувствовали, но в итоге ты берешь и выкладываешь свой внутренний взгляд на жизнь, твое отношение к добру, твое отношение к злу, твое, и для каких-то людей этот взгляд может быть просто банальным, и скажут, черт, да ты просто банальный моралист, мы вообще не верим, чему ты говоришь, а для каких-то людей он, наоборот, станет созвучным, и, собственно, я получал отзывы такие, что вообще фильм на разрыв душе, я ничего лучше не видел, плачу в третий день, потрясающее кино, и фильмы, и в отзывы, которые ты говоришь, я не понял, зачем мне это показали, потому что человек умер, кто победил, я не знаю, вот, и как бы эти оба мнения, они имеют право существовать, потому что они обе, ну, оба, как бы, ну, готовы, просто страх режиссуры именно в том, что ты должен быть очень начитанным в каком-то просто квадратическом формате, именно вот в плане, там, мифологии, философии, вот на Лавгике преподавали философию, мы так примерно понимаем, зачем это, а что такое философия? Философия-то есть вот этот разбор человеческих взглядов на жизнь, что такое смерть, что такое жизнь, что такое любовь, что такое мужчина-женщина, почему Ницше берет там, все начинается отрицание, переворачивает, этот же прием можно взять и применить в кино, ты отрицаешь каноны и потом переворачиваешь, это становится отдельным колоссальным пластом знаний, которого в жизни хватит все выучить, но ты должен это учить, потому что иначе твои высказывания, они очень легковесные, то есть, они очень легковесные, и я не забыл, кто-то сказал, то ли Хичкок, такую фразу, что мир настолько погряз там, то ли не во лжи, а в чем-то, что самое лучшее, что вы можете ему подарить, это подарить свою искренность, то есть, как бы, у вас нету шансов стать режиссером, вот авторского кино или кино какого-то, драматического, не быть до конца искренним, то есть, вот не сказав им, но то, что вы есть, потому что вас это точно сразу же по башке долбанет, как бы обратно, и это ничего не получится, в этом как бы страх, что касается патруля, именно, что меня вообще в этой истории до сих пор поражает, что когда я его снимал, у меня не было ощущения, что это настолько все невероятное я придумал, что вот оно все так все невероятно возьмет и получится, это вот истечение обстоятельств, и у меня как раз был страх, что вот недостаточно типа высвечено, недостаточно типа скомпоновано, и так далее, и так далее, и это может быть как раз о том, что иногда вот какие-то такие вещи просто везет, они выстреливают именно бессознательно, вот так можно сказать, у нас был референс в фильм «Торжество» Виттенбортона, если кто не видел, очень советую, это гениальная картина абсолютно, снятая просто вообще хрен знает как, но при этом отворваться невозможно, два часа просто семейной драмы такой безумной, вот, и вот я такой, как бы и кино, и как бы для меня это кино есть вот любовь, когда минимальное количество средств и всякой дуроты, а при этом этот фильм тебя реально держит, и ты о нем думаешь, и это кино, это и есть самое, как бы, на мой взгляд, классное в этой профессии, А с чего начало, первый вопрос, тебя эти режиссеры будут бояться? Что поменялось, да, что поменялось? Да ничего, это я сейчас как оператор снимаю, я просто слушаю, и такой счастливый, что мне на столько вопросов не надо отвечать, я просто делаю свое дело, я счастлив абсолютно, я сейчас как в санатории, абсолютно, после, собственно, режиссуры, у меня счастливый человек. Сценарий переписываешь, лезешь, вообще нет, я просто говорю, мне кажется, тут может чуть-чуть, ну ладно, как хотите, вот так. Ну, как старичок. И свет попроще, движение пожиже. Нет, нет, ну как, драматургия, я очень стараюсь, на то, что мне наплевать, нет, просто, как бы, тут как бы ситуация такая, что просто режиссер, с которым я снимаю, его особо учить не надо, он известный, большой, великий и так далее, и тут вопрос о том, как бы, правильно ли я его услышал, то есть, я сейчас выгодно нахожусь в первом варианте сценария, когда режиссер, в принципе, довольно четко понимает, что он хочет, и надо просто быть очень внимательным, ничего не пропустить, не изгадить, а наоборот, дополнить и внести туда еще какой-то очередной, как бы, уровень творчества, вот так. Но, это несравнимый стресс, по сравнению с режиссерским, это просто, ну, просто когда тебе там, тебе говорят, а сейчас пришло время выбирать массовку, и тебе выкладывают там тысячи фотографий, и ты понимаешь, что это не просто массовка, это люди, которые у тебя будут в кадре, на переднем плане, они должны быть как-то одеты, а тебе говорят, ну, мы не планировали как-то особенно одевать, ты говоришь, как не планировали, и вот это ад, как бы, ну, вот это ад, а там то, что у тебя прибор где-то, это все решаемо. Фотографии массовки, тебе это сильно повезло, а хочешь ли я про тебя скажу анекдот, когда ты начал общагу снимать, я был в Петербурге, и зашел в АСТ, и сказал, вы знаете, Васьянов в Петербурге, запустился, как режиссер, и сказал, что, небось, половина АСТ сейчас вытащит, пенопласт взял. Вот такой про тебя анекдот. Ребята, давайте вопросы животрепещущие, молодые. У меня есть вопрос. Давай. А почему 20 смен? Почему так мало? Денег больше не было. Все же государственные деньги. Видимо, дорогие смены у вас были. Как? Дорогие смены у вас были, видимо. А, да, нет, Мискир снял за 13 с Машей Соловьевой. Артисты дорогие. Не артисты, дорогие локации. То есть, у нас было 20 смен в Питере, или 20 смен, и была одна смена, одна, одна смена, короче, две смены на побережье, на Мальте. Но Мальта, это не то, что типа мы съездили на Мальту. Мальта была, это я, Яблочников, мой ассистент по фокусу и артист, который же был реквизитором и костюмером. Но вообще, такой дауншифтинг после тройной границы был просто потрясающий. Я просто вернулся прямо вот во ВГИК, у меня был рюкзак с камерой, мы поехали, все как надо. А вообще, тебя озвучили, потому что, дебюты, плюс кион, плюс кинопрайм, то есть в районе сорока-то было. Да, было где-то как раз вот так и было. Ну, сорок, когда у тебя там старшинбаум, там, ну, ну, в основном актерство. Да, она все улетает, плюс, как бы, все там в Питере, группа, там, камера. Ну, то есть, как сказать, я очень благодарен Теме, нам прям денег, вот прям было достаточно, чтобы вот в эти сроки снять, то есть у меня не было такое ощущение, что мы не можем, просто я знал, что мы не можем терять по шестнадцать, там, да, точно будут. И мы сняли бюджет в итоге, то есть, ну. Окей, ребят. Да, вот, нет вопроса. Да. Вот, у меня есть вопрос такой, то, что, как я услышал, мы прожили с этой историей где-то 15 лет. Ну, да. Да, и то, что был в самом начале ответ, то, что она очень понравилась, как дебют, потому что такая камер-шпиль, и она очень такая малобюджетная, вот, на чем, ну, как бы еще зацепила эта история, потому что все же, не все в нашей жизни, постановка. Да. Чем еще? Да. Не, ну, как бы книжка, сама книжка, кто читал, она такая героиновая, в хорошем смысле этого слова. Она тяжелая? Тяжелая, да, но там, типа, бушлачевские тексты, ну, то есть, это такое поколенческое, я как бы был маленький, восемьдесят, она как бы написана про восемьдесят девятый, и я хотел снимать в восемьдесят девятом году, но мы когда сидели, было понятно, что восемьдесят девятый год вообще мир изменился, и Советский Союз практически умирал, и там никто вообще не парился, ни про кого, все бы сказали, да ну, что вообще в жопу, мы поем джинсы варить. А восемьдесят четвертый год, это вот последний год застоя, восемьдесят пятый как раз приходит Горбачев, и начинается перестройка в мае, в Петербурге, в Ленинграде, и это вот, собственно, последний момент, когда можно сказать, что типа без прописки, и там тебе конец. Вот, собственно, поэтому мы все это сдвинули назад. Ну, книжка, я просто тронул книжку, потому что на самом деле... Личные переживания были, да, по выбору сюжета? Ну, мне нравилась эта книга, как бы, там есть вот эта история любви какой-то чистая, и есть вот эти вот, Гапон там, все эти люди, это такое очень, ну, я и таких людей видел в жизни, вот, и они для меня очень понятные персонажи, вот, и мне нравилось, что она такая в итоге библейская какая-то, в ней что-то есть, и мифическое, и такое, то есть, как бы вообще, инкранизация, это отдельная история, потому что, собственно, единственный сценарий, второй, который у меня лежит, и может быть, когда-то произойдет, он тоже по книге, вот, и просто с книгой как-то мне, как оператору, удобней, вот, я пытался что-то начать писать с нуля, сам прям с нуля, можно, но тяжело без помощи, то есть, без, вот, либо сценаристов, либо писателей, с кем можно закинуть какую-то идею, и начать ее разрабатывать, просто самому это реально тяжело, вот, штормить туда-сюда, потому что, как бы, все-таки талант писателей, это вообще отдельный какой-то божий дар, когда людям никто не нужен, они могут сесть, и вот на этом чистом листе, создать этот мир конфликтов, как бы, я уже не могу смотреть, не больно прямо, есть режиссеры, которые входят на все, 50, 60, нет, это все больше, это точно не я, тогда, тогда вопрос, тебе по адресу, скажи, вот, сегодня ты, что бы ты сделал другу, насколько ты понимаешь, что получилось, а что нет, то есть, мы, что получилось, затронули, я думаю, ритмически, я думаю, знаешь, какая проблема, вообще у меня по жизни, да, в принципе, это вот с таким, как бы, типа, я загораюсь, я такой, надо делать, 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 мы делаем, 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 потом мы смонтируем, ну, по-моему, уже классно, что это дальше, насолить, как бы, да, по-моему, хорошо, ну, вот, и как бы, и все, оно готово, всем нравится, нравится, по-моему, все получилось, и как бы, я вот на этом, ну, а в принципе, надо всегда себя перепроверять, и я думаю, у меня нет ответа, чтобы я поменял, но у меня есть ответ, если бы у меня было время, я бы, наверное, еще пожил бы месяца 3-4 на монтаже, финальном, просто не думая о нем, потом бы сел бы, пересмотрел, и, наверное, что бы поменял, поменял, потому что сейчас, мне сложно сказать, потому что уже после звука, после графики, после все остального, вроде ощущения, ну, вроде мы это пробовали убирать, пробовали, не получилось, это пробовали вставлять, пробовали, не получилось. Это я убрал, эта линия пропала. То есть, как бы оно собрано, уже нельзя уже ничего оттуда, оно все сыпется. Но я понимаю, если бы я подумал дольше, наверное, что-то бы еще можно было лучше сделать. Но что, мне нет ответа. Понятно. И тем не менее, несмотря на весь стресс после съемок, то есть, не прошло, по-моему, полгода, ты впустился уже. Это как бы «Остещение обстоятельств». То есть, опять же, у меня вот странная история. Я, на самом деле, дико счастлив, что этот фильм не запустился, потому что я был бы, я не готов был. То есть, было ощущение какое. Я снял фильм, показал первый кат людям, просто как зрителям. И они говорят, типа, супер, что у тебя дальше? Я говорю, ну вот есть там такая книжка. Он говорит, давай. Я говорю, как давай? Давай. Я говорю, ну а вдруг, если фильм там никуда не попадет на большие фестивали? Да. И мы такие... Жил не Васильев? Нет. Да. Там по истечению обстоятельствований. Он хотел очень, просто там не получалось по деньгам. Вот. С Артемом обязательно что-то еще сделаем. И был другой продюсер. И мы написали сценарий. Мы закрылись за месяц до... Конец. Да, из-за ковида. Из-за того, что один из людей, кто давал деньги, из-за ковида вышел из фильма. И мы закрылись. Но я, на самом деле, дико счастлив, что это не произошло, потому что я понимаю, какие бы я ошибки наделал. Поэтому, что не делается, все к лучшему. А можно же программировать вот этот... Вот эти на будущие ошибки. То есть, через месяц монтаж... Не сразу, после монтажа. Ну, понимаешь, если есть... Да, ну, вот, например, есть такой враг... Если ты договорился с продюсерами, да. Но обычно это как, окей, мы должны закончить к этой дате, потому что дистрибьюторы хотят показать это на Берлине. Или там туда-то, туда-то. И у тебя есть сроки. А в коммерческом кино есть дата релиза, которую вообще перенести нельзя. Потому что у нас забивается два года, там, новогодние праздники. Упади, не сдай на новогодние праздники. Значит, люди потеряют там в бюджете. А если вот этот период, он предполагает, что и съемочный период, а если еще маленький, да, съемочный период, исходя из... Ну, вот, миссию неуполнимо так снимают. Просто мне сказали, как ее снимают, когда они интервьюировали. Они снимают, ну, да, они, типа, ее снимают, по-моему, монтируют, по-моему, доснимают. Или переснимают. Да. Вот. Но, как бы, это такой момент, я думаю, всегда стресс есть с постом. Я еще не был ни на одном фильме, который можно было монтировать бесконечно. То есть все равно есть стресс, есть какой-то дедлайн. Есть, тебе надо вернуть деньги в гос-киноте, тебе надо показать копию, тебе надо сделать то, тебе надо сделать это. То есть все равно прессуют. Тогда это нужно, как бы, в одном огне делать, видимо. Да, но ты в одном огне делаешь, и ты сделаешь в итоге максимум того, что ты можешь в этом одном огне. Но потом ты поспишь, поешь, походишь по берегу речки, подумаешь, думаешь, черт. И вот, собственно, так. А вот такой зрительский вопрос, не связанный вообще с, я кажется, своей профессией, как раз, напрямую. А в фильмах про недавнее прошлое очень часто зрители замечают, что там вот это не сходится. А вот, значит, в том году, когда у Джона Леннона... Ну, это про правду. Когда вы смотрели Джона Леннона на таких часов? Нет, это про правду. Да, и так далее, и так далее. Вот у меня в связи с тем, что вы поменялись с 89 на 84 год, столкнулись вы с проблемами вещей. Нет, ты просто говоришь, что вот... Мы столкнулись с тем, что, например, я хотел там в 89 на танце, я хотел использовать на заре группу Альянс, чтобы они поняли, что это был главный хит того времени. Мы перенулись в 84, и окей, они в Свердловске. Что бы они слушали? Свердловский рок-клуб. Кто в Свердловском рок-клубе был? О, Наутилиус выпустил свой первый альбом. Урфинджуус выпустил свой первый альбом. О, давайте их слушать. А что бы могла слушать Нелли из Попсы? Пугачева выпустила альбом год назад. Она могла песню там... То есть, я говорю про правду. Вот как оператор, ты иногда такой, типа, да ладно, какая разница, никто это не видит. На самом деле, это фундаментальная вещь. Вот ее ни в коем случае нельзя. Как только ты теряешь, как решишь, связь с исторической, неисторической, человеческой жизненной правдой, ты потерян. Потому что у тебя нету... А что ты отталкиваешься? Что ты говоришь? Почему у тебя там что-то летит так, а не так и так далее? Ну, то есть, у вас не было такого, что... Нет. Я не смог, у нас была идея в какой-то момент перемести это в наше время. И она мне казалась дико интересной, потому что это вот про сейчас. Но проблема какая про сейчас, когда эти люди бы просто ругались в WhatsApp. А не там не было бы диалогов, никто к кому бы не заходил. Просто бы отправил бы в WhatsApp, типа, мудак, сам мудак. Мы с ним расстались, точка. Представляешь, я с ним рассталась. И вот как бы весь фильм был просто на экране. Поэтому это просто не работает. И Клабетов запустил. Ну вот да, то, что он скринлайн. Да-да. Да-да, были у меня просто какие-то даже сомнения насчет кассетного плеера до сих пор. Нет, все и точно. Я полез специально узнать, когда выпускались кассетные плееры в Риге, выпускались в 84-м, уже были в продаже. Осенью. Я тоже, я тоже. Насколько нас тронуло кино с тобой, да? Ты чувствуешь? Я надеялся, что в этой аудитории вот этих людей не будет. Нет, мы их не позвали специально, да. Люди, которые сейчас налякли. Которые говорят, а-а-а. А вот у вас там тапочки не те. Ну просто интересно было. Не, ну слушай, это история какая-то. Ты говоришь всем задачу, типа, все 84-й. И все стараются. Ну конечно, кто-нибудь, что-нибудь в какой-то момент принесет не из 84-го. Но ты уже не в состоянии это никак. Все время прорывается что-то. Да, все время прорывается. Что-то как всегда прорывается. Либо надо, как этот, как Хржановский, да, когда он «Далл» снимал, что люди заходили, даже полностью переодевались в костюмы 35-го года. У них все забирали им, давали другие спички, другие часы. Другие деньги. Другие деньги. И заходили туда. И тогда я в это верю, что это все абсолютно реально. Ну я понимаю, почему он это делал. Ну, что какой-то Macbook-то? iPhone или Starbucks там где-то. Повиснуть. Даже механики с пленкой ходили, с кассетами приодетые в ту эпоху. Скажи, пожалуйста, такой простой вопрос. Тебя режиссеры с теми, кем ты снимал до этого, поздравили с премьерой? Да. Поздравили, но при этом я понял такую интересную вещь, что глобально, как режиссер, то есть типа как оператор, у нас есть такое, ну мы там типа круто сняты, молодец. Красиво. Красиво. Портреты. Молодцы там, портреты. Ты знаешь, мне вот кадр понравился. Когда ты как режиссер, не ждите доброго слова. Вам его никто не скажет никогда. Не потому, что люди плохие, а потому, что любой режиссер, который смотрит вашу картину, скажет, ну я бы по-другому сделал. И в этот момент как бы, ну да, и он бы сделал по-другому. А кто-то скажет, ну ты понимаешь, как бы что-то вот не то. А что как бы не то? Ну что-то не то. Или там, а персонажи не такие там и так далее. И как бы надо забыть, что кому-то это может понравиться. Хотя я пропагандирую культуру, если мне что-то нравится, я всегда говорю людям, мне это очень нравится. И поэтому, потому что я считаю, что людей надо поширять, и чтобы у них не было ощущения. Они сняли хороший фильм и тишина. И такое ощущение, то ли ты такое говно снял, что тебе никто ничего не говорит. Что происходит вообще? Ну это вот такая практика. Особенно кинотавр меня как-то поразил. Ты как бы ходишь, и они тебя все смотрят, и ты сделал какую-то подлость невероятную. Знаешь? Ты типа ударил кого-то. Вот с таким лицом. Хотя ты просто снял фильм, который они должны были посмотреть. Это очень странно. Я был немножко в шоке. Слушай, ну на самом деле, я с удовольствием к этому. Учитывая, что, видишь, у тебя получилась уже где-то не травма, а трагедия, ты полез выше. От худшего к худшему, да. И вот эти вопросы о том, что как бы нельзя выйти в свет на финал, и так далее, а ты, сгущая краски, где-то намеренно, где-то, ну как бы оставаясь в фракуфе, но вошел бы уже треногреческое русло. И в связи с этим, вот на тех просмотрах которые уже были, да, обращение к тебе по поводу того, что ты очерняешь, по поводу того, что ты специально американский человек, такую... Нет, ты знаешь, я очень боялся, что типа скажешь, что я снял какую-то фестивальную там чернуху, и вот я так хотел попасть куда-то. Я, конечно, хотел попасть куда-то, скрывать особо нечего, вот, но жизнь мне... Я попал туда, куда, видимо, я был больше всего достойен попасть, и она все справедливо обычно делает, или несправедливо, неважно, но в общем, оно уже произошло. Я думаю, что я могу судить только по комментариям зрителей, которые мне писали в Инстаграме, и в принципе, и оценка на типа на кинопоиске, там 6,9, 7, вот так. В принципе, 7 это хорошая оценка для очень многих фильмов, которые мне очень нравятся. Это уже красная зона. Да, да, это хорошо. И мне писали люди, причем самое страшное, что мне написало какое-то гигантское количество каких-то девушек, вот очень молодых, и парней каких-то, ну, я не ожидал, что это вообще контингент этого фильма, что они вообще поймут, о чем этот фильм, именно... Мне казалось, что это кино, мы с тобой посмотрим, типа, ну да, вот у нас в общаге, там начали еще, а именно людей это дико трогает. То есть интересно вообще в общении с молодым поколением. да, нет, очень как-то всех, все все поняли, про что это. Не, все сказали, что это просто про абьюзмент, как бы, типа, это про харассмент и про абьюзмент. Про здесь и сейчас. Про здесь и сейчас, да, про Харви Ванштейна, условно. Ну, как бы, то есть, вот такой, вот такой был, как бы, условно, ответ. То есть, но при этом я могу, я очень четко понимаю, что этот фильм супер, они идеальны, что может дико кого-то раздражать. И есть люди, у которых, то есть, например, я все время советуюсь, такая замечательная Оли Цапинюк, она поэтессы, ну, пишет, и она переделывала еще давным-давно стихи на фильм «Стиляги», там же проза другая, она переписывала. Вот, я ей дал почитать, когда сценарий, она говорит, слушай, ну, что ты написал? Мы жили в общежитии, пели песни, не было никаких хренатов, что-то чушь какая-то. Но при этом я получил просто миллион отзывов, вот у нас так и было. Вот эта Ботова, она прям такая, как у нас и была. Вот так. То есть, тут как бы у всех свой какой-то опыт, видимо. То есть, нет. Как ты думаешь, в каком жанре будет творить следующий реверсер? Вот тут проблема. Я как бы всем даю что-то, ну, почитайте, и все говорят, что все так черно как-то. И, видимо, я понял, ситуация такая. Я, в принципе, очень жизнеразный человек в жизни. И у меня получается хорошо, видимо, снимать трагедии. А Гайда, и все знают, что он был очень молчаливый, депрессивный человек. Поэтому он снял суперкомедии. То есть, видимо, это как-то, ну, вот оно какая-то есть такая тема. Если где-то углы, значит, где-то прибыло. Ну да. Не, но я, единственное, что для себя понял, что если я еще к этому вернусь, то я абсолютно точно хочу снимать разное кино. То есть, и жанровое, и не жанровое. Просто такое, которое бы я хотел сам смотреть. То есть, у меня есть четкое понимание того кино, которое я люблю. Проблема только в том, что это кино все менее-менее становится как бы нужным людям. То есть, оно как бы вымывается. Оно, то есть, было какое-то у всех сначала такое невероятное ощущение, что вот Netflix, теперь там все можно туда. Но и Netflix, потому что они стали существовать в конкурентной среде, они тоже в итоге делают в основном коммерческое кино. То есть, если там, мы тут можем ходить и говорить друг другу, типа, настоящий детектив, там, это круто, это вообще шедевр. Но при этом там Emily in Paris там собирает рейтинги такие, что, этот тур детектив просто, ну, типа, какая-то чернуха. то есть, его посмотрело, типа, 30 человек. По сравнению с тем, что сколько посмотрели, там, Emily в Париже. Ну, и вот ты с этой реальностью живешь. То есть, ты приносишь какие-то идеи, проекты, которые думаешь, ну, это же так вот, они говорят, ну, да, ну, понимаешь, как бы люди-то не хотят смотреть, они хотят смотреть. Ну, то есть, попытки, вот я, в продолжение, опять же, то есть, дает ли это, этот дебют здесь, тебе какие-то перспективы, предположим, как режиссеру там? Нет. Если бы этот, даже если бы этот фильм попал в итоге в Fortnite, в Канны, и даже если мы что-то выиграли, нет. Потому что, ну, как бы проблема какая? По этому фильму мне не могут дать блокбастер, потому что, как бы, я не снял блокбастер. Вы их понятие очень все четко. Вот ты снял блокбастер? Мой Джау не снимала блокбастер, сняла. Да, но она женщина, а, б, китаянка, и, как бы, много, я русский овервейт, как бы, человек, и я, как бы, ну, я в их системе не представляю собой что-то не уникальное. Вот. И, собственно, снять... Даже не негр. Да, да. И, собственно, снять драму в Америке я не могу, потому что я не ходил туда в школу, я не знаю, как они шутят, я не могу ничего сказать про детство американское, я не могу сказать про взаимоотношения в семье. То есть, глобально, все, что я могу там снять, это или фантастику, или вот, ну, понятно, был там Милош Форман, который снимал великое американское кино, на литературе тоже много основанных, как «Пролетая на гнездном кукушке», «Амадеус», но как-то вот, а проблем такое кино сейчас не снимает, ну, то есть, его и нету. То есть, мы на самом деле живем в такое тяжелое, наверное, время, в плане именно вот, ну, кино, которое бы хотелось бы заниматься. Да, запроса. Потому что даже там-то вообще кризис в Америке, как бы, ну, вот вы этот «Оскар» посмотрите, или прошлый, и что там было, ну, как бы. А прошлые годы, в 90-е «Оскар» там, 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 «Спас Сирида Урайана», «Английский пациент», «Бум-бум-бум-бум-бум-бум», у тебя там пять фильмов, все шедевры. Сейчас, последний такой был, как был «Нефть», «Старикам там не место» в один год, и все. А сейчас, ну, какой-то фильм там, ну, окей, ну, да, он хороший, но, как бы, это не сравнимо, ну, там, с какими-то фильмами. Да. Подойдите, пожалуйста, к микрофону, потому что у нас транслятор, вот микрофон. Фильм, вот, фильм, корейскому, корейскому, «Паразиты», да. Фильм о 80-х, 20-го века, сегодня 21-й год, 21-го века, да, и уже нет комсомола, кто нет. И вот, хотел бы спросить, а вот, перенести, вот, в наше время, вот, эти события, которые происходили, в 80-х, на сегодняшний день, вообще, я с трудом себе могу представить, что они могут быть, не только потому, что уже нет комсомола, потому что, ну, конечно, я человек подростной, но я просто очень много услышал о том, как проходили вот эти сборища, комсомольские, значит, на базах, на всяких домохотах и так далее, сколько там выпивалось, сколько там, вот эти оргии были, там, и так далее, вот хранился, я просто, в принципе, можно представить, можно патронировать, возможно ли это в сегодняшнем дне, вот сегодня, или это уже все ушло, то, что было в 80-х, это все ушло? Я думаю, как раз именно причина, почему фильм, обладая какими-то, ну, скажем, плюсами, такого авторского кино, не имел большого, именно, фестивального проката, да, именно в том, что это кино про прошлое, а сейчас все-таки идет запрос про кино о будущем или кино о настоящем, а эта история, она, вот мы пробовали ее, нам таланта не хватило ее трансформировать про историю, про настоящее, поэтому вы правы, в том плане, что, наверное, эта история в сегодняшнем дне в таком виде точно существовать не могла бы, наверное, если бы мы сильнее бы подумали, можно было бы что-нибудь придумать, но, как первый фильм, я просто понял, что я зароюсь настолько, что я и не выплываю из этого вообще, то есть, я буду с такими смыслами играться, что эти смыслы просто меня потопят, я не смогу, у меня была задача такая, вот я на уроке труда, можно прийти и сказать, я сделаю венский стул и не сделать ничего, или я сделаю очень крепкую, добротную табуретку, я, собственно, сделал табуретку, и она стоит, работает, она на четырех ногах, не кривая, не косая, и я этим горжусь, можно ли было сделать венский стул, да, если у тебя руки лучше, чем у меня, но, как бы, я не смог, то есть, вот, так можно ответить, и вот актеры, которые там, вы играли, были дебютантами, не было, да, актеры, это вы сейчас просто нашему продюсеру, потому что, мой питчин был такой, Тём, ну хорошо, вообще-то кино надо снять вообще еще дешевле, чем 40 миллионов рублей, мы возьмем всех неизвестных артистов, мы возьмем ручную камеру, просто снимем, типа вообще, он говорит, да, да, это супер, и потом я начинаю делать пробы, и я просто понимаю, что эти люди, звезды, в своем поколении, не по причине, потому что у них сложилась жизнь, а потому что они реально самые талантливые, и если хочешь делать кино, и у тебя кино актерское, то ты вынужден взять самых лучших артистов, и почему-то все так получается, что самые лучшие артисты, самые дорогие, и они звезды, и в итоге в конце ты сталкиваешься с ситуацией, что все деньги уходят как бы на, ну, на каст, то есть это всегда приятно думать, что вот есть где-то человек в Саранске, да, гениальный, хотя мы нашли, как бы, ну, Гену Воропаева, главного героя, это его дебют, а все остальные актеры нет, спасибо вам, он вообще сын Вани Воропаева, он с Уркузка сам, да, но он, да. Роман, тут все думают, боятся спросить, что выгоднее быть оператором или режиссером? Оператором 100%, я знал, я знал, даже не пытайтесь, если у кого-то есть денежные какие-то затруднения, точно не надо менять профессию, вы, и ты только хуже. Быстрый вопрос, скажи, пожалуйста, ой, говорите, 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 спасибо, у меня был вопрос про работу с художником, потому что это человек, который работает на стыке между режиссером и мигратором, и это еще историческое кино, вопрос правды, точности, вот немножко рассказать, как вообще это происходит. Ну, с художником так было, мне сначала хотелось взять своего там товарища, я всегда очень мечтал с Гришей Пушкиным поработать, потому что мы очень много с ним работали на рекламе, и еще с Авгико дружим, вот, но так почувствовал, что Гриша там снимал дракон какой-то, он занят был, в общем, вот, и дальше я подумал, что нам нужно все-таки искать питерского художника, потому что у нас нет денег, вот, и вначале вообще оператором я хотел Макса Осачева, это никто не знает эту историю, а Макс знает об этом? Макс, мы с ним встретились, я говорю, Макс, мне кажется, ты готов снять что-то такое, типа, с натуральным светом, просто интересно, он говорит, я готов, но потом у нас, типа, не было денег до самого начала, нет, не на Макса, на фильм, то есть я уже был в Питере на подготовке, у нас не было полбюджета, и, собственно, а Макс, сказал, что у него там какой-то китайский фильм большой, и я просто помню, что это уже, ну, неприлично держать Макса, собственно, я Макса отпустил, вот, а с художниками, постановщиками, мой продюсер уже в Петербурге, скажет, что вот есть такая Настя, Анастасия Кармин, которая работала с Балабановым, и она, собственно, делала Груз 200, его картины, и я подумал, вау, потому что мне как раз по картинке, вот, Груз 200 очень нравился в плане, вот этой правды, эстетики этих, восьмидесятых, и она очень лихо взялась за все за это, и сделала, на мой взгляд, крутую работу, вот, другой вопрос, что вы, когда снимаете малобюджетный фильм, вы всегда немножко ощущаете такую ущербность, потому что она такая, Ром, я делаю все, что могу, но вот я еще Вертинскому декорации параллельно строю, значит, и там она разворачивает такие планшеты декорации Вертинского в семь этажей высоту, а тут тебе надо три двери перекрасить, один коридор, чтобы они не путались, как бы, окраски на одном, на окраски на полтора, и ты говоришь, Надь, ну, может, мы как-то там чего-то, от Вертинского, да, вот, и в общем, это очень было смешно, потому что, типа, я до этого, значит, там, на Гавайях, у меня там операторская группа была, типа, 150 человек там, все краны мира, вертолеты, тут я попадаю в Петербург на Ленфильм, такой умирающий, и прошу, типа, полтора там, мне говорят, ну, вот, есть на два этажа краска, на три этажа краски нет, тратить свои деньги на фильм, это конец, это, как бы, Финчер сказал, нельзя тратить свои деньги на ваш фильм, потому что, типа, это, конец, это все, вы умрете, Петербург, никуда, вы потратите все деньги, вы заложите квартиру, и в итоге, этот фильм никуда не попадет, и вы просто будете, как бы, ну, 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 правило главное режиссера, никогда не тратить свои деньги на фильм. Скажи, пожалуйста, то была мысль у тебя, или если сейчас снимать короткометражки малые формы нет короткий ответ короче вопрос это такая трудная работа что лучше уж ничего не снимать или за деньги мы снимали значит это тоже такая русская история общежитие было найдено собственно как вы понимаете я уехал на 6 месяцев снимать русский арт-хаус и до этого должен был заработать каких-то денег чтобы 6 месяцев мог снимать русский арт-хаус вот и поэтому я собственно усиленно во всем мире снимал ролики рекламные просто каждый день и собственно у меня было типа там три дня дырка чтобы там из парагвая через амстердам прилететь в петербург сделать выбор натуры и я говорю вы можете как-то чтобы там было не 50 общежития хотя бы там три потому что мне финансово я не могу выбрать 50 у меня нет просто времени и значит выбрали типа институт физкультуры общежития институт военно-морского флота и какой-то еще институт и мы поехали сначала в институт физкультуры и там я понял что я хотя бы снимаю правду пусть а это такое ощущение что попал в бразилию там ходит такие красивые полуобнаженные люди поэтому общежитию курит такие фактурные с мышцами и там вот прям сексом в этом общежитии в питере в питере физкультурном да если кто хочет могу дать адрес там вот такая прямо ну прямо такая вот жизнь и и собственно буду вот эти мои герои там такая бота у нас встретила прям вот один в один все было я потому что это уже хорошо что это реальность вот и потом мы попали значит вот общежитие военно-морского флота которая строилась в виде корабля гигантского и потом советский союз развалился а мы должны были как советский плавать во всех океанах мира и там должны были учиться студенты из 16 союзных республик собственно пол корабля было не достроено но зато успели выстрелить 16 корпусов общежитий где-то там типа вообще в лесу их было 16 я такого большого как бы ну лагеря института не видел нигде но естественно из них работало на доме только 3 остальные 3 типа уже сгнили а 4 закрыли по-военному на замок и заштамповали штампом и не отключили отопление мы вошли туда и это просто была декорация то есть там просто реально вот было они закрыли типа восемьдесят девятом отстроили это там семьдесят девятом то есть мы просто попали в декорацию и я как бы это был мой второй вот короче я нашел натуру но за один день первый я просто приехал потому что как бы ну и что-то искать просто бессмысленно ну как бы она вот она но можно ехать да то есть искать бессмысленно и мы в итоге взяли это общежитие было очень круто снимать но если у нас закрыли пуши там был саммит экономический там дворец где владимир владимирович останавливается и нас на всякий случай за константиновский да нет к нам просто пришли по стимали и говорит все мы в смысле могут не ничем спрашивать все закрыли на всех у нас какой-то три дня образовалось внезапно выходных и потом было от всех актеров вернуть в этот график составе да конечно ром скажи пожалуйста огромное количество студентов сейчас я спросить такой простой вопрос простейший как выстраивать диалог между студентом оператором студентом режиссером что слушать чтобы и невозможно это мне кажется это то сильно да это такие не просто это очень личностные вещи как бы вот вы сходитесь не сходитесь они очень такие личные как потому то есть с кем-то есть контакт с кем-то нет контакта и это везение и так далее так далее это такие вещи это как типа как встретить девушку который ты полюбишь на всю жизнь хрен знает где-то ходить наверно где вы типа на дискотеке нет никто не знает же правильно добрый добрый спасибо спасибо вам и хочется задать вопрос образование оператору насколько нужно ответа тоже нет есть миша кричман который закончил полиграфический институт и на мой взгляд является одним из там лучших операторов в мире мне было необходимо закончить институт чтобы я стал оператором потому что для меня эта форма обучение подходила чтобы вообще в моем возрасте объяснить мне чем я хочу заниматься в жизни то есть как бы институт он чем круто когда у тебя есть единомышленники вокруг тебя вот в этой каше творческой варитесь и создаете но вы должны понять что в любом случае любое образование это 70 процентов самообразования у вас могут быть величайшие педагоги но если вы сами не сходите с ума поэтому не торчите ничего не произойдет поэтому ответ такой если вы таланты чека у вас вы реально знаете как снимать с детства и все делаете то образование не нужно просто снимайте есть куча операторов в зарубежом кто вообще нигде не учился стали собственно дикинс помощи никого киношколу не заканчивал вот но вот если вы как бы вот минститут помог то есть вот тоже такая частная история такой вопрос очень крутой оператор постановщик вот сейчас работали режиссером вот все ком все несостыковки из конфликт и ситуация с оператором как вы решали у нас не было принципе вообще не на самом деле ты просто понимаешь какой кухне он находится и глобально ты понимаешь что есть вещи которые он мог бы там лучше сделать поменять а есть вещи которые не мог и собственно ну и вообще на самом деле всем операторам советую хоть раз там как режиссера снять или клип или рекламу еще что-то это очень сильно вас продвинет вперед именно как и не фотографистов у нас саши как бы не было каких-то проблем очень профессиональный хороший парень и он мы все как бы в одной цели в одном ощущении были поэтому не было каких-то проблем вообще я я снимал фильм старался снимать так окей мы вот пытаемся зачать этого ребенка чтобы он родился вышел свет и пошел давайте сделаем это зачатие в полной любви то есть это то что мы здесь не до чтобы орать на кого-то там сходить с ума мы всех чтобы привести вот в это состояние классного творчества и такое возможно вот пусть там но есть как бы я работал с режиссерами есть люди которые наоборот от негатива питается то есть вот они когда всех унизит там до какой-то степени вот у них и они начинают работать и такое и это реально ну как бы это психи психические вещи это не то что он человек плохой или хороший просто творчество у всех идет разно мне комфортно вот состояние когда как бы вот это есть ощущение какого-то такого типа создания чуда совместного вот не важно какие ситуации просто ясно когда вы готовы ситуации как ну не то что прав такого как бы нет да нет но я иногда я говорил саш нам надо вот так по-другому не успеваем как бы ну ладно то есть я принял что наверно бы хотел что-то чуть сделать по другому но я это не говорил никогда каждый день это не горел никогда то есть как бы уже тоже ловит кайф от творчества я ему давал все чтобы он делал то что он хотел но бывали ситуации пару раз всего когда было понимание что ты либо мы это снимали будет вообще не снимем и в итоге все самое интересное обычно в таких ситуациях именно эти сцены как раз они берутся в монтаже что они создаются в какой-то чуть другой энергетики они вылетают то есть это такая метафизика здесь нету вот такого ну это все от очень личных сных отношений зависит мне так кажется еще один такой вопрос сказали про то что первое что вам пришло в голову чтобы этот фильм не вы не сделали ярким и ну правда пусть я понял что если люди поверят тогда будет кино и потом говорите про бюджет на 20 смены если бы бюджет на 30 смен мне кажется да то есть наверное было бы было бы больше внимания на визуальную составляющую именно потратились бы больше на силуэты на какие-то более такие кадры настроенческие до силуэты стоит денег ну то есть как бы проблемах еще в том в нашей профессии операторская сигаре что мы как бы наша красота она в итоге стоит денег самых больших и ты всегда вот этот деление весов как бы да либо ты тратишь эти деньги то ли туда и вот вопрос куда их тратить и всегда самый сложный как хорошо спасибо пожалуйста скажет в процессе принимают это включил значит я снял две сцены сам с рук эта сцена когда ренат насилует марину васильеву свету потому что это было настолько омерзительная сцена что я просто понял что я даже не могу объяснить куда должна пойти камера вот просто не могу и я к саше куда шел сказал саша извини пожалуйста это не прошли ты что-то делаешь не так ты все потрясающе идешь просто я не могу тебе ничего сказать я должен взять камеру и понять как это делать и мысль я взял камеру и просто интуитивно за ними пошел и получилось вот и второй раз был такой же момент когда что-то с сны или сыра страшимбаум в уши по моему это в смысле такое желание возникает когда какая-то очень интимная сцена это видишь что артистам очень неудобно когда много людей и ты пытаешься их как бы оградить от этого стресса и ты пытаешься просто минимизировать количество людей да все не согласен с вами что я по просмотру а по окончании просмотра для меня были испытывал светлые чувства и но мы снимали на sony venice потому что на самом деле все говорят ты выбрал sony venice на самом выбрали sony venice потому что саша ее купил это его камера и было дешевле принесли sony venice я я честно говоря до этого не снимал на sony venice но когда он ее привез и тут сразу пошли какие-то легенды мне даже варианты ли говорит вот все услышали что вы снимали кино на sony venice мы купили sony venice люди стали воспользоваться хотя глобально это sony venice попала в страну чисто просто типа саша у тебя есть камеру я вот купил sony venice и грошет такое ну вот ну камера вот новая sony venice игры ну давай его визию ладно уж не и снимем какая-то 4k снимает до игры давай у нас денег нет привез потому оказалось что типа она снимает две с половиной тысячи айсо я думаю вообще классно типа мы просто лампочки развешиваем просто чума потом я такой я а у меня я вы сергей тиши астахова когда-то он мне купил можешь сказать ну купил яска пушу не по сути дела их подарил этом закупка он сейчас нас вот это да да сергей тиши любимый здрасте посудил них подарил у меня дал объективы укс от кинора на которых снимал про уродов и людей 45 объективов и я что сделал когда я наконец попал на много бюджетный фильм в америке и с понавиженом там есть такой человек дэн сосаки который вообще делают оптику разуме под фильмы то есть вот кто он любит работы грега фрейзера на дюнах на бэтмене он очень часто берет прям делать целый сет нормальной оптики целый сет сдвинутым фокусным расстоянием на макро то есть ты не можешь на этой оптике крутить бесконечность но ты можешь как бы крутить близкий фокус но твой фон и они уходят сильнее в расфокус чем бы при обычной оптике и в дэн эти все процессы проделывает я к не пришел сказал сушу меня есть такие объективы но это типа трэш ты можешь их рехаус сделать ну переделать и он их поставил на коллиматор посмотрю где вообще такого не видела там они такие но немного не идеальные так сказать давай а вот такой фанат и в итоге он сделал мне сет который я прокатал на картине это был мой сет который мы сочетали с широко с понавижен оптикой винтажный для алексы 65 мы подогнали наши кинор под это и когда я иногда должен был снимать с алексы мини я ставлю эту оптику и поскольку фильм был типа там моего год снимали в общем в конце короче я выкупил эту оптику по более-менее нормальной цене у них и она мне осталось и и собственно картина снята на эту оптику то есть оптику привез я сашка с камерой таким образом образовался собственно то есть и ты прокатал оптику я понял какой катал просто я привез и все вложился вложился оптикой да да а пошли курить ну это как бы момент такой как сказать мы долго думали как это можно сделать финале и там была еще одна сцена где он стыки разговаривает и уламывает но опять же здесь вмешивается история с метражом я прошу фильм будет за два часа то шансов что вообще кто-то посмотрит равны нулю вот поэтому пришлось этим пожертвовать выкинуть поэтому может быть как бы есть вот какое-то ощущение но недоделанности что ли вот но опять же это такая вкусовая вещь кто-то покупает кто-то не покупает и я понимаю что она не идеальная ну у всех всех да да он смотрел кино и собственно первый человек который показал первый кат иванов был и он посмотрел сказал что его очень трон на крови ты его это его и это его название книги да да нет с названиями я вообще называл фильм сначала тенерифе потому что для меня вообще-то фильм был про сны забелы но потом когда мы стали общаться с европейскими дистрибьюторами если для нас тенерифе а для отличника или забелы в книге это такой типа рай то для них тенерифа и как для нас там крым если он 6 мы фильм крым назвали что они на тенерифе летает отдыхать и поэтому собственно тенерифа отпала вот так банально хотя она мне очень нравилось и в итоге просто стал сообща где в россии ну на мой взгляд очень известен да 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 почитайте у книги советую географ глобус пропил и сердце парма я считаю это вообще 2 уже все сняли по нему поэтому пока пока не будет будущем я думаю заканчивая и как бы с удовольствием еще говорили и говорили во первых сюда пришли бдительные смотрительницы цирка и попросили всех клоуна удалиться рома 7 извините да мне что ж ты где спасибо вам я надеюсь было интересно всегда наш желанный гость поэтому мы надеемся что следующий раз вот сейчас ту картину которую ты только что то снял на говарях уже в качестве оператора тоже сможем обсудить ну вот во вливов гиги нам или где-то в московской школе куда-то мод можем по операторской потом хорошо спасибо всем большое спасибо мы расстаемся уже до долгого года потом дополнительно объявим что у нас будет спасибо всем не будет давно очень давно нет это другая у романа еще впереди актерская карьера и это другая такая актерская чему мне на примеру ладно издевает музыку писать музыку кстати можно есть такие люди ромки спасибо огромное не пишет слушай как будто я считал виду владеешь режиссер и многие молодые послушают очень интересна очень очень хорошо маратик вот и проникся идентифицирует